Добрый вечер, уважаемые слушатели! Сегодня с вами мы поговорим о принципах оказания первой помощи. Меня зовут Вакулов Антон Александрович. С 2003 года я посвятил свою жизнь служению медициной, 15 лет из которых на скорой помощи. Поэтому все, что я вам буду сегодня рассказывать и показывать, попробовано руками, на деле, на конкретных живых ситуациях. Это не академические знания, это реальность. Начнем мы с вами с принципов оказания первой помощи. Вообще, что такое первая помощь? Это комплекс мер, направленных на спасение жизни пострадавшего. До прибытия спасателей или до того момента, как вы его доставите в лечебное учреждение. То есть, это знания, которыми должен обладать, в принципе, любой человек. Кому оказывается первая помощь? Любому пострадавшему. Кем оказывается? Всеми людьми, кто прошел соответствующие курсы, имеет какое-то представление. Раньше такие курсы проводились на производстве, в школе, в институте. Те, кто имеет права, тоже обучаясь вождению автомобиля, тоже проходил курс с первой помощи. То есть, какое-то представление вы должны иметь. Итак, первая помощь заключает в себя одно главное правило. Оно самое-самое главное, но самое важное. И ему вы должны следовать. Это количество пострадавших не должно увеличиваться. Если вы, подойдя к пострадавшему, начнете оказывать помощь, вы должны в первую очередь убедиться в безопасности для себя. Потому что, если с вами что-то случится, вам помощь, возможно, оказать будет уже некому. То есть, камнепад. Вы извлекаете пострадавшего, оказываете ему какую-то пассивную помощь, может произойти повторный сход лавины. Может? Может. Если человек откуда-то упал, если на него что-то упало, если есть пламя открытое, то есть вы должны обезопасить себя тоже. Запомнили, да? Количество пострадавших не должно увеличиваться. Это очень важно. Ну и первая помощь, собственно, складывается из двух составляющих. Это знание, которое вы получите, и некий набор инструментов, которыми вы будете это оказывать. То есть аптечка первой помощи. Аптечки, например, если вы сравните с автомобильной аптечкой, которая сейчас очень сильно измененная, полезная. Кто давно открывал аптечку автомобильную? Видел? Видели там что внутри? Там практически ничего нет. Бинты. Бинты и маска. И маска? Ну сейчас много аптечки, должно быть мало маски. Великолепно. И маска. Для первой помощи. Да, для первой помощи. То есть там самый-самый необходимый минимум. Оттуда убрали что? Все лекарственные препараты. Раньше довольно их много было. Почему? Потому что есть нюансы. Не зная пострадавшего, не зная его состояние, вы можете навредить ему дать какой-то препарат. Поэтому, если вы берете на себя ответственность, дать кому-то какой-то препарат, потому что у вас ничего другого не остается. Такая вот безызненная ситуация. Вы должны четко понимать риски, которые, возможно, повлечет вот это изменение состояния. Какую-то ответственность вы все равно за это будете нести. Специалисты за это несут ответственность большую. Потому что на то они специалисты, да? Они обучались этому. А вот оставление человека в опасной ситуации для вас, конечно, протечет немножко порегче. Потому что даже вызов скорой помощи является принципом оказания первой помощи. То есть если вы сомневаетесь в своих силах, если вы сомневаетесь в том, что правильную помощь оказывает вызов скорой помощи, является тем, что вы уже оказали какую-то посевную помощь. Понятно? Понятно. Что мы сегодня с вами разберем? Ну, давайте, наверное, с укладки, собственно, с аптечки. Аптечка. Я призываю к тому, чтобы аптечка у вас делилась на два вида. Это общая аптечка. Та, которая у вас будет, например, у одного человека, во главе вашей команды, например, вашей группы. В главе. В главе. Она будет основная, в ней максимум будет находиться. Но у каждого человека желательно иметь индивидуальную аптечку. Вот для примера, гражданской защиты, да? Аптечка индивидуальная. Она маленькая, занимает мало места. И в ней вполне можно что-то хранить, то, что может понадобиться здесь и сейчас. Запомните, первую помощь надо оказывать аптечкой пострадавшего. Его препараты тратить не свои, а его. Потому что если с вами что-то произойдет, вам уже помощь будет неоткуда взять. Поэтому желательно, если у каждого человека будет при себе находиться небольшой какой-то запас. Что касаемо, собственно, запасов. Мы с вами берем условия, когда вы находитесь вдали, скажем так, от цивилизации, и помимо бинтов и жгута, вам потребуются все-таки какие-то препараты. Прежде чем, повторюсь, дать какой-то препарат, вы должны убедиться в его безопасности для пострадавшего. Каким образом вы это можете сделать? Просить. Просить, отлично. Я не кусаюсь, меня бояться не надо, может со мной разговаривать. А если он не контактный? Отлично. Если он не контактный, ему давать что-то запрещено. Если он находится, например, без создательного состояния. Вы в него никак таблетку не запихаете, да? А если он ареет больно-больно, и вообще непонятно, что с ним происходит? По щеке дать, привести в чувство, остановить человека. Если ему больно, он захочет обезболивающий препарат. И вы можете ему сказать, что у нас есть, но вы можете взять это самостоятельно. Ну, ситуации разные бывают. Запомните, что если вы дадите не тот препарат, не тому человеку, за это можно нести какую-то ответственность. Поэтому с этим крайне осторожно будете. Во-первых, правильно, у человека можно спросить. Ему можно задать вопрос, принимал ли когда-либо он этот препарат, и согласен ли он его принять сейчас, например. Потому что мы не в средневековье живем, и оставлять человека, например, без обезболивания в какой-то травме, это кощунство. И поэтому первая группа препаратов, которые мы включим в аптечку, это обезболивающие. Какие на ваше усмотрение и на усмотрение комплектации вашей аптечки? То есть сколько вам позволяют финансы? Любые обезболивающие препараты. Местиванные или жидкие? Жидкие. Жидкие в чем? В ампулах это неудобно для транспортировки. Они бьются, и их нужно колоть. То есть делать инъекцию. Инъекцию делать в походе крайне затруднительно, потому что надо уметь. Поэтому лучше это будет таблетированный препарат. Таблетированный препарат и каким образом человеку мы будем давать? Запивать чистой водой. Обычной, простой. Ни чаем, ни морсом, ни сиропом, ни кофе, и так далее. То есть простой чистой водой. Она индиферентна к действующему веществу, и она не изменит его свойства. Поэтому простой чистой водой. Если таблетка имеет вид прессованного материала, его можно дробить на части, разжевывать для усиления эффекта, то есть для объема. Если таблетка покрыта какой-то оболочкой, то такую оболочку желательно не нарушать. Почему? Она служит для защиты действующего вещества, а вот агрессивное желудочного сока. Следующее. Это спазмолитики. Спазмолитики нам понадобятся тогда, когда у человека есть боль в животе. Если у человека болит живот, запомните, давайте безболивающим нельзя. Почему? Безболивающие действуют довольно грубо, топорно. Они убирают боль, не понимая, не разбираясь причиной. Механизм у них такой. А спазмолитики, они снимают спазм, мускулатура, которая у нас находится в животе, кишечника. И человеку от этого станет легче. Какая ситуация привела к спазму? Это уже другой вопрос. Отравление, например, или заболевание какое-то. Но спазмолитики особой погоды не сделают. Спазм снимут, но не изменят картины произошедшего. То есть, если вы еще выдадите анальгетик какой-то, обезболиваете его, авария в животе будет продолжаться. Но это будет прикрыто обезболивающим. И дальше будет сложнее понять, что с человеком происходит не так. То есть, он выздоравливает, или, собственно, ему становится хуже. Поэтому только спазмолитики. Ну, какие там. Ну, а что, тротоверин, попаверин и так далее. Да, любые спазмолитики. Следующее. Жаропонижающие. Тоже пригодятся в тех случаях, если у человека повышена температура. От чего? От перегревания, от заболевания, от каких-то вот причин, но температура у него повысилась. Можно дать жаропонижающие. С какой целью? Для того, чтобы, собственно, температуру понизить. Жаропонижающие действуют лучше, дольше и качественнее, если человек наводнен. То есть, если он принимает достаточный объем жидкости. Это вам поможет не только где-то в походе, но и в быту. Если вы вынуждены принимать жаропонижающие для снижения температуры, больше пейте жидкости. Потому что с повышением температуры человек теряет жидкости очень много. Ее нужно компенсировать. Жаропонижающие на это очень чувствительные. Если вы принимаете, они действуют очень плохо и краткое время, значит, мало жидкости принимаете. Больше пейте Следующее Это местные антисептики Хлоргексидин, мирамистин Йод, зеленка Петь кислорода Их в аптечке иметь обязательно Почему? Например, раны Рана наносится не в стерильных условиях Она у нас не в операционной В условиях стерильности Она находится в полевых условиях Поэтому в раны попадает всяческая глязь Пыль, частицы одежды Земля и так далее Для того, чтобы промыть рану Нам пригодится перекись водорода Кто пользовался хоть раз перекисью Знает, что она при контакте с кровью И образует хорошую пену Которая механически вычищает Из раны остатки Ткани Бязи и так далее Плюс к тому же Перекись обладает еще и кровоостанавливающим эффектом небольшим То есть еще и уменьшит кровоотносивость раны И это хорошо Дальше Хлоргексидин и эрмистин Тоже как антисептики Тоже работают Можно обработать, например, вокруг раны Или саму рану Тоже хорошее средство Тоже хорошо используется Что касаемо йода и зеленки Забыньте Йод в рану лить нельзя То есть если у вас есть рана Йодом ее прижигать не надо Потому что она вызывает ожоги Йод вызывает ожоги На открытую рану не пьем Края раны покрываем Для того, чтобы инфекция не попала внутрь раны То есть края раны мы можем обезопасить Зеленка Хороший препарат Хорошо подсушивает заживающие раны Но очень хорошо маскирует их Кто зеленкой пользовался? Все пользовались Знают, что это яркий, зеленый, насыщенный цвет Поэтому иногда под таким зеленым цветом Можно не рассмотреть, что с раной происходит Воспаляется она, не воспаляется Есть какое-то отделяемое Поэтому зеленку, конечно, уже лучше использовать На подживающие, подсушивающие раны Которые уже не особо нуждаются в сильном лечении Есть Дальше Ассорбенты Группа препаратов Которые призваны своим действием На себя принять, ассорбировать Яды, токсины, отравляющие вещества И, естественно, путем вывести их из организма Это поможет нам при отравлении, например При аллергических реакциях То есть, человек что-то схожил, не то у него организм на это отреагировал Вы будете использовать сорбенты Как? Чуть позже мы об этом поговорим при отравлении Какие использовать на ваше усмотрение и на размер вашей аптечки? Удобнее всего что? Тебе на уголь Он плоский Удобно дозировать Одна таблетка на 10 кг веса То есть, примерно на взрослого человека у нас уйдет упаковка 10 таблеток То есть, их нужно в довольно большом объеме Если человек получил отравление, это не 2, не 3 таблетки Это 10 10-12 таблеток за раз К тому же, их легко в аптечку поместить Это не баночка с каким-то препаратом Объемная очень Это очень хорошо компактный препарат Дальше Перевязочный материал Перевязочный материал Это бинты различного размера Большие Меньше Салфетки Большие, малые Запомните, перевязочного материала никогда не бывает много Его нужно иметь в избытке На одну перевязку у вас будет уходить примерно 2-3 винта и пачка салфеток На одну перевязку Перевязки у человека должны минимум хотя бы раз в сутки А вам нужно еще двигаться, например, раз в дня 2-3 То есть, вы рассчитываете, что перевязочный материал у вас должно быть всегда много Он тратится в больших объемах Поэтому запас всегда нужно иметь Где-то даже, например, при себе То есть, двигаясь по маршруту Хорошо бы хотя бы бинт-бинт салфетку иметь Для ускорения оказывания первой помощи Сюда же мы включим с вами пластырь Под пластырем я понимаю Следующий Это рулонный пластырь Вот такой, широкий Бактерицидный, конечно, хорошо Да, на мелкие ссадинки, порезы и так далее Но важнее рулонный пластырь Почему? Во-первых, им можно прификсировать повязки, если у вас ничего под рукой больше нет Или можно зафиксировать шину Ими можно что-то подвязать То есть, многофункциональная штука Очень удобная Мозоли Еще раз Мозоли Мозоли Ну, лучше бактерицидный, конечно Можно Лучше не доводить, да? Следующее Кровоостанавливающий жгут Кровоостанавливающий жгут Обратите внимание Это не кровоостанавливающий жгут Просто я его специально вам показываю Потому что в аптеке продаются вот такие жгуты Которые можно затянуть Если бы это на кнопочках нажал Он сам раскрывается Это жгуты для инъекций Те, которые вены перекрывают Для того, чтобы инъекцию сделать Они у вас Не помогут При артериальном кровотечении Затянуть ими невозможно Они слишком хлипкие И слишком ненадежные Удерживающие устройства Будут постоянно развязываться Если есть какая-то клипса Она будет постоянно расстегиваться Или вы можете ее неправильно застегнуть Поэтому вот такие жгуты Не используют Вот Это настоящий жгут Во-первых, он широкий Обратите внимание Он имеет ширину Для чего? Для того, чтобы ткани не нарушать Кто аптечку, он опять-таки автомобильную Недавно открывал Видел, какой там жгут Он тоненький и коротенький То есть помочь им практически нереально Он сильно врезается в ткани Нарушая еще больше их питания Нарушая проходящие ниже сосуды, нервы Поэтому широкий И он достаточно хорошо растягивается Вот это хороший жгут На конце у него используется Какое-то фиксирующее устройство Либо клипса с отверстиями, как на ремне Либо цепочка, либо еще какие-то устройства Вот такой жгут нам поможет Используем его Следующее Инструменты Инструменты Здесь я бы хотел, чтобы он вас В аптечке всегда находились ножницы Ножницы медицинские Это хороший инструмент Он специально заточенный Он специально подобран для того, чтобы им было удобно работать Например, с загнутыми браншами Для того, чтобы удобнее было повязку разрезать С пуговкой для того, чтобы кожу не цеплять То есть такими инструментами будет удобно резать повязки Одежду Строп, ленты Еще какие-то ремни И так далее То есть это хороший-хороший инструмент Маникюрные ножнички Это не то Вот хорошие ножницы Не пожалеете финансов для хорошего материала Дальше Желательно Не обязательно Рационально Но пинцет Для чего? Когда Рана загрязнена, например, какими-то осколками Стекла Или Шлаха То есть острые маленькие предметы Которые вы не сможете извлечь руками Вот здесь пинцет, конечно, вам понадобится Какой он уже будет? Без разницы Можно металлический Можно пластиковый Маленький Как щипчики прям маленькие Не важно Ну, желательно вот их Куда-нибудь Но иметь Следующее Перчатки Да, перчатки надо иметь Почему? Если вы лезете в кровь Если вы окажете какую-то посильную помощь В первую очередь надевать перчатки Желательно совсем заморочиться И узнать свой размер своей руки Для того, чтобы перчатки были вам в пору Потому что Они бывают разных размеров Надев большие Они с вас сваливаться будут Маленькие вам будут неудобно на руке сидеть Поэтому желательно перчатки под себя подбирать И дыхательное устройство Сейчас дыхательное устройство Тоже очень компактное Вот такой плоский блинчик Внутри Такой полиэтиленовый листок С клапана посередине Для того, чтобы использовать При искусственной вентиляции легких Чтобы не было непрямого контакта Чтобы вы губами не касались пострадавшего Чтобы не было контакта с кровью, с лизью, рвотными массами То есть выполняющим барьерную функцию На нем пиктографически нарисовано Как это использовать Нарисовано лицо То есть вы даже не промахнетесь, куда накладывать На рот все очень прекрасно видно Очень удобная штука Одноразово, естественно И покрывало-спасательное Термоодеяло, покрывало-спасательное Неважно, как он называется Вот такая замечательная пленочка Достаточно большая Два десять на метр шестьдесят на метр восемь То есть огромного размера Обратите внимание С одной стороны она серебристая С другой золотистая Ее можно использовать как при переохлаждении Так и при перегревании К тому же штука удобная На ней можно транспортировать Пострадавшего достаточно плотно Например по снегу в виде валахуш тащить Из нее можно импровизировать На какое-то укрытие сделать Много места не занимает Стоит недорого В аптечку положить Кто, например, на машинах Часто куда-то за город выезжает Особенно зимой Положите в бардачок А вдруг кому-то жизнь спасет Хорошая штука Но опять-таки одноразовая В плане чего обратно свернуть В такой компактный размер У вас скорее всего не получится И может быть вы с детства Ореками увлекались Тогда да У меня никогда не получалось Расскажу Вот не гонитесь Чтобы она была золотистая Если надеть просто серебристую Берите просто серебристую Почему? Потому что перегреться на Камчатке Практически нереально Чтобы палящее солнце Камчатки Нас жарило Вряд ли Поэтому берите серебристую У нас холоднее Чем перегрев получить Так Есть Написали Следующее Препараты противожоговые Очень хорошо бы иметь в аптечке Противожоговые препараты Например Пантенол Почему? Да потому что По статистике Дома Противожоговые препараты Появляются тогда Когда ожог уже произошел Особенно если у вас есть дети Храните баночку в холодильнике Лишней не будет Дело в том Потому что это препарат Которому нужно действовать Незамедлительно Тут же после ожога Поэтому Желательно Чтобы он всегда был под рукой В виде спрея Очень удобно наносить То есть Наносить пенку Даже не надо ничего размазывать Очень удобно Небольшой безболивающий эффект Да Обладает И конечно же Очень хороший регенеративный эффект То есть На ожоги хорошо Очень воздействует препарат Дальше Блокнот-ручка Ну скажем так Письменные принадлежности В аптечке вас тоже должны быть Для чего? Во-первых При наложении кровооснающего жгута Вы должны зафиксировать время Это вам поможет Да Например Блокнот Кусочек бумаги Карандаш или ручка Лучше карандаш Ручка может Наворозить замерзнуть Карандаш Можно наточить Он всегда будет писать Но Бывают такие случаи Когда человек вам не может что-то сказать Он может написать На бумаге Пригодится? Да, пригодится Поэтому Письменные принадлежности Хоть небольшие Но у вас должны быть Спорный вопрос вызывают Противоаллергические препараты Антигистаминные Иметь, не иметь Спорно Но дело в том Что в последние несколько лет Появилось очень много Жарящих насекомых Вернее Аллергических реакций На укусы Этих жарящих насекомых Которые в некоторых случаях Могут Сильно очень реакцию вызывать Поэтому если у вас есть возможность Если у вас есть Обученные люди Если у вас есть большая аптечка Иметь такой препарат Потому что иногда Леологические развиваются Очень быстро И возможно Вы не успеете Если вы сомневаетесь Можно давать препарат Что с человеком происходит? У вас есть замечательный выход Это связь Я надеюсь Мы же все Грамотные Культурные Мы же идем Без связи Не остаемся Правильно? Спутниковый телефон У каждого В кармане брют Да У всех Должен быть Но У нас должна быть связь какая-то Ну хотя бы Ну желательно Должна быть какая-то связь Вы можете связаться Например С Центром Спаса С медициной катастрофы И так далее С теми организациями Которые могут вам Какую-то консультацию Или направить вас туда Где вас проконсультируют Например Спасатели И вы можете узнать ситуацию Рассказать ситуацию Узнать что в этой ситуации делать Расскажите что у вас есть И как вы можете это использовать То есть Такой вполне возможный вариант Иногда вам потребуется Фиксация То есть Вплоть до диктофона Или видеокамеры Чтобы на вас ответственность Не всегда лежала Да Это реальность современного мира Да Но себя вы тоже должны Каким-то образом защищать По аптечке понятно Какие-то вопросы Пожелания будут Пока мы индивидуально разобрали Это вот Общая аптечка Которая Примерные перечета А в индивидуальную Желательно что Вот из этого комплекта положить Например Перевязочный материал Да Чтобы вот она у человека Где-то в рюкзаке была Чтобы если у него вдруг Внезапно какое-то кровотечение Появилось Что вы могли его Быстро очень остановить То есть это касаемо Вот индивидуальной То есть индивидуальная Это вот То что понадобится Здесь и сейчас Прямо вот здесь И прямо сейчас А все остальное Это вот Кто-то один несет Он возможно от вас Отстал уже Да Пока вы дождетесь У вас должна быть Где-то вот своя Такая вот аптечка Например Опять-таки Если люди знают Что им нужно Например Лекарственные препараты Помещенные в ячейки Желательно Чтобы там был Список Того что там находится И для чего Эти препараты Иногда Люди могут Сами открыть Посмотреть Принять Например Такой препарат То есть взять на себя Эту ответственность Но Это все Индивидуально То есть вы должны Понимать стратеги Риски Завите пожалуйста Один или парочек Каких-нибудь Реально Действующих Обезболивающих Какие вы с собой Да Я прям вообще не пустя Я даже не знаю Что Ну смотрите У нас есть Безболивающий препарат Анальгин Его Основное действие Вещество Оно во всех Остальных препаратах Дублируется Плюс Кагит Еще туда добавлен Поэтому если у вас Будет банальный Анальгин Например Да Он не настолько Эффективно действует Но по крайней мере Называет Очень мало Аллергических реакций Чем сложнее препарат Кетарол Наис Кетравак И так далее Тем они больше В себе несут компонентов И больше оказываются Аллергических реакций Поэтому Сильно действующие препараты Вы никак не возьмете Ну это Рецептурный препарат Поэтому любое Безболивающее Чем проще Тем лучше Для избегания Аллергических реакций Анальгин Хотя бы Все равно Какое-то действие Он окажет Запомните Не следует От препарата Ожидать чудодейственного Результата Здесь Сейчас Препарат Принятый Внутрь Начнет действовать Через сколько Минут через 20 Через 30 Разгар у него будет Примерно через час Самый максимум Может наступить Поэтому Если вы тут же Дали Тут же Какого-то результата Нет Это рановато Нужно подождать Он должен питаться Сосаться Еще вопросы Все-таки Таблетки Если запивать Чаем Кофем Можно Лучше Воды Нет Ну если Уж ничего Нет Чем есть Если Так Невозможно Пропать Все-таки Таблетки Неудобно Что есть Под руками Те мы Принимаем Желательно Не Малкинская Например Она достаточно Агрессивная Поэтому Чем проще Будет напиток Тем будет лучше Еще Так Сейчас мы переходим С вами к травмам Итак Травмы у нас делятся По степени тяжести От самых простых От банальных ушибов До тяжелых До берегов Что такое ушибки Ушибки Это сдавление Резкое сдавление Мягких тканей О подлежащей Ниже кости Да То есть Человек упал Ударился И его кости Сдавили его Мягкие ткани Прижали Это произошло Быстро Интенсивно Поэтому Мы видим Какую-то картину Происшедшего Во-первых Боль Боль Это главный Ведущий симптом Практически Любых травм Боль Это Знаковый Для человечества Как вида Симптом Который Позволяет нам Понять Что с человеком Происшло что-то Не так То есть Если где-то Болит Значит Туда нужно Обратить Пристальное Внимание Итак Боль То есть Человек будет Жаловаться Вам на боль Есть Дальше Припухлость Этого места Может наблюдаться При ушибе Да Может Небольшая Если ушиб Был Значительный Если Разрушились Сосуды Мелкие Которые В этих местах Происходят Может появиться Кровоточилость Этого места То есть Появиться Гематома Да Подкожная То есть Крови попадает В ткани Пропитывает Их Появляется Гематома Или синяк Может Нужно Но Ушибы Не так страшны То есть Сильно Какого-то Повреждающего Эффекта Они не наносят Только Единственное Небольшие Физические Страдания И Морали Чем Мы с человеком Можем помочь Если Человек сильно Болит Обезборьте Приложите К этому Месту Холод Что Может Выступать В виде Холода Это Подручные Например Холодная Вода Тряпочка Смоченная Для того Чтобы Охлаждать Эту поверхность Это Снег Лед Завернутый Там Политилен Например Но Запомните Что-то Холодное Не нужно Прикладывать Сразу Непосредственно На место Нужно Какую-то Прослойку Прокладку Иметь Хотя Вы Пили одежды Либо Небольшого Полотна И в ткани То есть Не на прямую Кожу Для того Чтобы не вызвать Отморожение Этого места Как нужно Использовать Охлаждение Приложили На 10-15 минут Убрали Немножко Согрелось Приложили На 10-15 минут Убрали Охлаждение Эффективно В первые 2-3 часа Потом Уже Не особо Поэтому После Ушиба Можно Это место Охлаждать Можно Использовать Такие Например Подушки У них Находится Особенная Особое Действующее Вещество И внутри Пакетик Сейчас Попытаюсь Уберить Внутри Видно Вот там Жидкость Плавает Внутри Маленький Пакетик С реагентом Резким Ударом Кулака Вы его Давите Внутри Начинается Химическая Реакция И Температура Здесь Примерно 4 градуса 4 градуса Тепла 4 градуса Это температура В холодильнике В холодильнике Холодно Рядом В холодильнике Поэтому Можно использовать Такие штуки Но На длительных Маршрутах Не очень эффективны Имеют вес Во-вторых Легко Побриждаются Поэтому Это где-то Вот Недалеко Скажем так Как долго действует Как долго действует Да 20-30 минут И Нагревается То есть Недолго Вот После травмы Сразу Примерно Приложить Охладить На место Чтоб человеку Было легче Чтоб Храдоточимость Уменьшить Синяк Чтоб Поменьше И все Долго Надолго Не работает Заявлено Там Например И до часа Некоторые Но По практике Не работают Настолько Он быстрее Из-за температуры Набирает С окружающей среды Это что касается У нас ушиба Дальше Растяжение Растяжение Наступает В тех местах Где у нас есть Связочный аппарат То есть Вокруг В основном Суставов Там где у нас Производится Активное движение Вследствие чего Вследствие падения Например На вытянутой Конечности Вследствие Неудачного хвата Каких-то предметов Тяжелых предметов Или перехватывания Откуда-нибудь Спрыгнули За ветку Ухватились Неудачно Или рука В рассчитанную Попалась И надернули То есть При растяжениях Оказывается Воздействие Не рассчитанное В нормальных условиях То есть В тех Когда человек У нас Ну скажем так Должен что-то делать То есть Получена Чрезмерная нагрузка Если мы говорим Растяжение Это не значит Что связки Они вот Как эластичная лента Растянулись Нет Они довольно плотные Прочные Поэтому На микро уровне Растяжение Это все-таки Микронадрывы Микроразрывы То есть Небольшие травмы Все-таки присутствуют Что мы видим Во-первых Факт произошедшего Человек вам скажет Что-то с ним произошло Что именно Он вам объясняет Болевой фактор Будет присутствовать Будет Это больно Появление отечности Будет наблюдаться Да Может появляться Гематома То есть Появление синяка Может Может Но В отличие от ушиба Здесь будет присутствовать Один важный элемент Это нарушение функции Дело в том Что связки у нас Отвечают За то Чтобы у нас Происходило движение Ну кроме мышц Я ее использую Но Вы получили травму Связочный аппарат Не может так эффективно Свои действия оказывать Поэтому при малейшем движении Или попытке Что-то например Взять или поднять Человек будет испытывать боль Что опять-таки Мы можем с вами сделать Во-первых Обезболивая человека Если сильно болит Во-вторых Охладить это место Подручными материалами Охладили И Мы должны Оказать Конечности Максимальный покой Для Верхней конечности То есть Для руки Да Мы можем ее подвесить На импровизированную косынку На шарф На На тот же бинт Да Мы с вами можем Через шею перекинуть И сделать некое Подобие гамака Есть положение Называется физиологическое В котором Конечности Будет комфортно Это согнутая Под углом 90 градусов В локтевом суставе И приведенная к туловище В таком положении Вверхней конечности Будет комфортно То есть Она не двигается Она в расслабленном состоянии Что с одной Что с другой стороны Да То есть В таком положении Желательно несколько дней Конечность Ассиста Вверху А внизу Не положите Неудобно будет Она автоматически Так ляжет Для нижней конечности Конечно Немножко сложнее Например Вы шли на маршруте Подвернули ногу В сторону Куда-то ушла Внаружи Внутрь Ушла Да Это очень неприятно Больно Но Вы не можете Ногу подвесить На шею И дальше На шуту И терь Опять таки Нести человека У вас нет возможности Оставить его в лагере Ну возможно Да Если у вас есть Несколько дней И сопровождающих Которые могут с ним В лагере посидеть Что в таких случаях Можете сделать Во-первых Наложить повязку Для того Чтобы это место Например Гленностопный сустав Как можно меньше Двинулся То есть Наложить достаточно Плотную повязку Чтобы у нас Стопа не гуляла Из стороны в сторону И таким образом Хотя бы Довести человек До того места Где вы сможете Обеспечить ему покой Дальше желательно Повязку уже снять Для того Чтобы конечность Была в покое При поднятии На возвышенное положение То есть Например На Несколько подушек Или какой-то Валикс Скатанный Чтобы был Отток От этого отека Который здесь будет нарастать Что касается Эластичного бинта Вы спросили Смотрите Какой здесь Интересный эффект Наблюдается Например Получил человек Растяжение Валикс Гленностопный сустав Ну Ногу подвернул Скажем так Вы начинаете Накладывать Эластичный бинт Эластичный бинт Как накладывается Он накладывается С растяжением То есть Вы его немножко Натягиваете И наматываете Он эластичный Он пытается Что сделать Вернуться В свое нормальное положение То есть Он стягивает Он стягивает А изнутри Отек расширяет И получает Ткани Вдвойне Себя сдавливают Сверху их бинт Изнутри Они сами себя Сдавливают Отеком И вместо того Чтобы улучшить состояние Вы его ухудшаете Вы ухудшаете Трофику Питание То есть Кровоснабжение Этого места Если мы говорим О том Что надо добраться Которую метку Часную Максимум Бинтом Замотали Это будет Зафиксировать Вашу стопу Лучше Чем эластичный бинт Эластичный бинт Не дает только фиксация Она будет гулять Будет дополнительно боль Если вы это делаете Например зимой Смотрите Есть небольшой нюанс Вы сняли ботинок Если вы достаточно долго Провозились со стопой Вы обратно Уже не наденьте Она течет сильно Вы должны Взвешивать За и против Вы должны убедиться Если там перелома нет И уже Давать себя отчет Снимать ботинок Или не снимать Например Отрицательных температур То что обратно Вы можете его уже туда Не впихнуть То есть Вы должны понимать Сколько вам идти Все эти компоненты Должны сложить Поэтому Лучше бинтон Чем эластичный Эластичный Это потом Через несколько дней Можно для легкой фиксации Но в острый период Я советую Не накладывать повязок Только если транспортировочно То есть Дайте для вас Влаги А там человек Я устраиваю Лучше бинтон Колено Блинный стоп Лучше бинтон Более жесткая фиксация Понятно? Вопросы по этой Едем дальше Вывихи 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 еще более Сложная травма В нашем организме Кости соединяются Посредством суставов Я очень схематично Вам рисую То есть Две кости Соединены В области сустава Я рисую здесь Пространство Но по-настоящему Этого пространства Нет Оно минимальное Здесь находится У нас Кряж Для облегчения Скольжения Специальная жидкость Внутри находится Для уменьшения Трения Все это запаковано То есть Сустав Достаточно Интересное устройство Име Он двигается Посредством того Что у нас Скелетная мускулатура Сокращается Кости двигаются Все очень удобно Но Если произошел вывих Как такового Сустава здесь Уже может и не быть То есть Кости Разообщаются Разоединяются Разделяются В каких случаях Это может наблюдаться Например При падениях При резкой тракции То есть Подтягивания Из-за конечностей Например Если сильный большой рывок Произошел При падениях На вытянутую конечность Дорожно-транспортное происшествие Тоже бывают Драматические вывихи Наблюдаются Опять-таки Картина происшествия Будет следующая Факт травмы Есть? Есть Человек там Скажет Он упал Или еще что-то С ним произошло Болезненность есть? Да Сильная Сильная Резкая болезненность Этого места Вывихи Очень сильно болезненны Если они конечно Непривычные У человека Они уже там Три раза были То вывихи Это всегда Очень сильно Болезненный элемент Отечность этого места Может наблюдаться? Да Может Не критично Но может Гематома появляется? Да Тоже может появиться Не обязательно Но может Если мы говорили Про растяжение Там было нарушение функции Да То есть Вам сложно будет Конечно Двигать То вот здесь Движение уже не будет Здесь выяв произошел Тут двигаться нечего Поэтому Конечность будет иметь Вет Безжизненные плети Рука Будет висеть Просто висеть И любые Малейшие ее движения Будут вызывать У человека Боль и страдания Поэтому Перед тем Как оказывать Пострадавшему Помощь Его нужно хорошо Обезболить Прямо хорошо Обезболивая После этого Вы должны зафиксировать Конечность В том положении В котором человеку Удобно Получится у вас Физиологическое положение Привести Сделать Не получается Например Но человеку больно Да Вот так там Согнуть Или как-то Подогнуть Примотайте ее К туловищу Так Чтобы Никакие движения Не отражались Болью То есть Она должна быть Настолько плотно Притянута К туловищу Насколько это возможно Потому что Даже малейшие Движения При Ходьбе Например Какие-то Сотрясения При движении При транспортировке Это все будет отзываться Сильной болью Еще Один немаловажный аспект Никогда Сами И никогда Не разрешайте никому Это тянуть За конечность В попытке ее вправить Есть такие умирцы Есть такие находчивые люди Говорят Сейчас дернем Все нам место встанет Нет не встанет Руку вы не оторвете Но нарушите Еще больше Дело в том Что в этих местах Проходит большое количество Нервов Сосудов В ныщных волокон И поэтому Если на травмируемую Конечность Еще ее дернуть Это еще больше Уступит состояние Пострадавшего Поэтому никогда Не дергайте Вы не всегда Можете быть уверены В каком положении Находится конечность То есть Как произошел вы Поэтому оставьте это Дедушке лентгену То есть он уже Разбирается И специалисты будут Вправлять Конечность на место Понятно? Переломы Переломы Они делятся у нас На глобальном На два типа Открытый перелом И закрытый Как в бриллиантовой руке Да? Разберем Самый тяжелый Вид перелома Это открытый Контекст здесь в том Что Нарушаясь Костная ткань Еще и разрывает Окружающие ткани Мышцы Нервы Сосуды Кожу И у вас есть рана С которой Скорее всего Будет кровотечение Запомните При переломе Открытом Когда есть рана Из которой течет кровь Кость будет Срастаться еще Несколько месяцев А кровь вытечет За несколько минут Поэтому в первую очередь Если вы видите Открытую рану С кровью Вы должны Остановить кровотечение А уже потом Заниматься Сломанной конечностью Это понятно? Это понятно Противно Неприятно Но что делать? Всякое бывает Кости у нас Выдерживают Большую нагрузку Очень большую Дело в том Что состоят они Из таких элементов Маленьких Хрупеньких По своему строению По одному Скажем так Но когда они В конглавирате кости Это большое Прочное вещество Мы с вами Люди Прямоходящие То есть мы Имеем вертикальную нагрузку Поэтому кости Нижней конечности Испытывают Большую нагрузку И способны Выдерживать Осевую То есть вертикальную До несколько сотен килограмм А вот Боковой проекции Выдерживают Нагрузку меньше Поэтому Смотреть нужно Конечно же И на Механизм травмы То есть Как произошел Перелом То есть Человек упал Подскал руку Или облокотился на нее Или это что-то Ударило его сбоку То есть Сам механизм травмы Тоже очень важно Для понимания Есть перелом Или нет перелома Иногда переломы видно То есть Если вы видите Что у здорового человека Рука двигается Вот здесь Вот здесь И внезапно Она начала двигаться Где-то еще вот здесь Но Заводом Изготовителем Это не запрограммировано То есть Скорее всего Это перелом Если рука Как-то изогнута Неестественным образом Вы это тоже Вполне увидите Если вы сомневаетесь Что делать В таких случаях Мы вам советуем Сделайте больше Чем нужно Сделайте больше Пусть это окажется Просто банальным Сильным ушибом А вы наложили шину Вы вот Все зафиксировали Как правильно Пусть лучше Это будет Маленький ушиб Чем это будет перелом А вы ничего не сделали Понятно? Понятно Итак Что мы можем Как мы можем Заподозрить перелом Во многих Рекомендациях Написано Что место Предполагаемого Перелома Нужно прощупать То есть Аккуратно Прикасаясь пальцами К месту Предполагаемого Перелома Вы можете Ощущать Крепитацию Костных отломков То есть Хруст Который Похож На Хруст Свежего снега Треск Волос Над ухом Или Хруст Новой кожи Я специально Залучил эту фразу Чтобы ее Донести до вас Чтобы вы поняли Какая это ересь Понимаете? Вы не будете Подходить Пострадавшему Трогать Свежий снег Нет Позволь По моему Кожа Ну Глубости Это все Во-первых Хруст Костных отломков Он редко наблюдается Когда действительно Они есть Это раз Во-вторых Человек с переломом Вряд ли вам даст Сильно трогать Это место Это блин Больно А вы туда еще Лезете пальцем Давите им еще Правильно? Нет Поэтому Если человеком Говорит Что вот он упал Услышал какой-то хруст И сильная Сильная боль То есть Вы возможно Подозреваете Что здесь есть перелом Работайте так Как будто Это перелом Поняли? Да? Это важный Очень аспект Пусть это будет И повторюсь Маленьким ушибом Но лучше сделать Больше чем необходимо Итак У нас есть Перелом Как мы с ним Будем с вами справляться Прямо то что? Это то что Кость Перестала выполнять Свою функцию Художник из меня так себе Поэтому я очень условно рисую Раз Два Три Четыре Пять Это рука Надеюсь всем понятно Да Здесь у нас кости две Я рисую для упрощения Для понимания Сути происходящего И внезапно Кость у нас получила Повреждение То есть Выполнять свою функцию Она уже не может Она начинает в этом месте Изгибаться Костные отломки Начинают тереться Друг об друга Вызывая болезненные ощущения Очень сильные Болит? Болит Гематома может в этом месте появляться? Может Конечно может Потому что костные отломки Здесь нарушают сосуды Может Отечность этого места Может нарастать? Да Скорее всего Через какое-то время Она нарастает Функция нарушена? Скорее всего нарушена То есть Сломанной рукой Человек вряд ли вам будет Жонглировать Какой-то большой вес Лыжные балки Ветки Какие-то отброски Какие-то подручные материалы То есть Любое вещество Имеющее Достаточную длину И достаточную прочность То есть Из Там не знаю Ткани Вряд ли шина получится Или из картона Если только В несколько слоев Есть картонные шины Кстати Мобильные Картонные шины Которые Из гофрированного картона Сложены В небольшой Пакетик Раскрываются На клипсах Фиксируются И можно даже Зафиксировать Небольшую конечность Да Штука одноразовая И в походе Не очень удобная Потому что может Размолкнуть Например Или порваться Поэтому мы используем То, что у нас есть Под руками Например Вот Палки Длина Повторюсь Должна быть Соответствующей То есть Она должна быть Длиннее Чем та кость Которую мы пытаемся С вами зафиксировать То есть Длина кости А вещество Должно быть Длиннее Таким образом Чтобы нам Зафиксировать Два сустава Выше и ниже Место перелома Вот мы сюда Прикладываем Шину Она должна идти Хотя бы От кончиков пальцев Но это Самый Самый Обязательный Минимум От кончиков пальцев С захватом Двух суставов Выше и ниже Место перелома Фиксируем Плотно К пострадавшей Конечности И что мы видим Вместо той кости Которая у нас Получила повреждения У нас есть Новая кость Более прочная Более Необходимая В данный момент И эти Костноотломки Перестаются Тереться Друг от друга Вызывая боль Все Шина у нас Состоялась То есть Мы ее Наложили С вами А чем Фиксировать Лучше Какими бинтами Бинтами Обычными Любыми Да Любыми Нету бинтов Под руками Ремнями Есть Вот такие Стрейпом Называются Ленты Специально Которые Лыжи Стягивают Таким Можете Можете Такими То есть Все Что у вас Под руками Есть Обрывки Одежды И так Далее Все Что у вас Пригодится Вернее Пригодилось То есть Нашлось На месте Происходящего Сколько Шин Использовать Для Верхней Конечности Желательно Использовать Минимум Две То есть Две Доски И две Потому что Кости Здесь Довольно Тонкие И Двумя Шинами Их Удастся Зафиксировать Что касается Нижней Конечности Здесь Немножко Все Сложнее Кости Нижней Конечности Довольно Крупные По диаметру И Одной Двумя Шинами Вы Не справитесь Здесь Вы Должны Использовать Минимум Три Шины Каким образом Одна Шина У вас Должна Пройти По Наружной Поверхности Одна По Задней Поверхности И Одна По Внутренней Поверхности Таким Образом Вы Ну Если На Срезе Посмотреть Вот Она Кость На Срезе Вы Тремя Шинами Создаете Некое Подобие Короба В котором У нас Будет Находиться Кость Все Это Плотно Прификсировав Вы Добьетесь Необходимую Прочность Для Нижней Конечно Вам Шины Понадобятся Длинные Если Это Перелом Например Костей Болени Длина Должна Быть Соответствующей Если Это Перелом Бедренной Костей Она Вы Должны Использовать Шину Очень Длинную На Протяжении Всей Ноги Это Обязательно Лыжа Длинная Ветка Очень Длинная Что Делать Если Например Размер Длиннее Чем Вам Необходимо Это Не Страшно Пусть Он Хоть Из-за Уха Торчит Но Главное Чтобы Минимальная Длина Соблюдалась От Кончиков Пальцев На Протяжении Бедренной Конечности Захватом Суставов Возвращаемся К Открытым Переломам Если У нас Дополнительно Здесь Есть Кровотечение Например Рана С кровью Вы Сначала Останавливаете Кровотечение А уже Потом Накладываете Шину Для Того Чтобы Кровь У нас Шая Из Человека Не Вытекла Еще Очень Немаловажный Аспект Вправлять Или не вправлять Торчащие Куда-то Не туда Кости То есть Вы видите Что Прояжел Перелом И рука Как-то Неестественно Изогнута Обратно Вправлять Не надо Почему Между Осколками Кости Могут Находиться Ткани Которые Будут Повреждаться Еще Сильнее Там Могут Проходить Сосуды Нервы Это Будет Повреждать Еще Сильнее Поэтому Вы Должны Умудриться Наложить Шину Так Как у вас В данный момент Находится Кость Как-то Изогнуть Ее Подогнуть С другой Стороны Приложить Но Зафиксировать Так Чтобы Вам Было Наиболее Комфортно И Пострадавшему Соответственно Накладывать Шину Нужно Ну Хотя Бо Вдвоем Один Держит Поврежденную Конечность Другой Прикладывает Шину Один Будет Сложнее С этим Справиться Желательно Чтобы У вас Был Какой-то Напарник Повторюсь Хорошо Без боли Человека Обязательно Хорошо Без боли Потому что Любой перелом Это довольно Болезненное Состояние Дальше Вы его уже Трансвардировать Куда-то В стационар Там уже Покажет рентген Насколько Там все Страшно Насколько Можно Всем этим Помочь Чем Удавалось Шинировать Из Практики Да ты Это материал Чем Удавалось Шинировать Например Каремат Он Достаточно Прочный При Наматывании Несколькими Карематами Можно Зафиксировать Руку Ногу Запросто То есть Согнуть Это уже Вряд ли Получится Можно Тоже Подручный Материал Пожалуйста Ветки Палки Если Конвечность Небольшая У вас Подручный Материал Могут Выступать Например Стопка Большая Стопка Листов Или Большой Журнал Толстый Можно Изогнуть В форме Желоба Положить Туда Конечность Рефиксировать Но это На маленькие Ручки Подходит Например На детские На взрослые Уже Не подойдет Какой Диаметр Диаметр Нужно Не будете Бегать Это Подойдет Не подойдет Что есть То и Рубите Диаметр Тут Не Принципиальный Нам Главное Прочность Если Вы Заморочитесь И Подстрогаете Это Будет Идеально Лишнее Что Касается Каких Подложек Да Если Вы Будете Накладывать Не На Голое Тело Это Будет Хорошо То есть Если Вы Подложите Например Ткань Одежду Между Шиной И Конечно Это Будет Намного Комфортнее Человеку Потому Что Не Будет Давить На Какие То Места Не Будет Осаднение Оказывать То есть Через Какую Нем Нем Прослойку Вам Это Нужно Будет Делать Понятно Понятно Так Следующая Записываем Тему Кровотечения Также Делятся По Интенсивности На Три Больших Трибории Первое Это Капиллярное Кровотечение Это Кровотечение Из Мелких Нарушенных Сосудов В тех Случах Если Произошла Например Ссадина То есть Небольшой Незначительный Покров Нарушен Это Небольшие Мелкие Порезы То есть Это Кровотечение В виде Небольших Мелких Капелях Крови Да Такое Кровотечение Не опасно Но Останавливается Самопроизвольно В течение Неских Минут Что мы Можем Сделать Можем Промыть Рану Например Перекись Водорода Или Лобексидином Который у нас Там есть Мерамистином То есть Очистить ее И наложить Повязку То есть Использовать Салфетки Использовать Бин Либо Ликопласты И таким Образом Мы с вами Защитим Поверхность Имеющую Да Какие-то Раны От воздействия Внешней среды Такое кровотечение У нас Не опасно Повторюсь Более Интенсивное Кровотечение Является Венозное Вены Это сосуды По которым Кровь движется К сердцу Возвращается К сердцу И Небольшой Нюанс В том Что В основном Против сил Гравитации Сердце Находится у нас Высоко Основная Масса Кровь Находится Внизу То есть Кровь Должна Подняться Вверх По сосудам Ну Здесь Особо не берут То есть Снизу И Для этого Природа Предусмотрела Некий Механизм А именно Клапаны То есть Внутри Сосуда Находится Клапан Который Пропускает Кровь В одном Направлении Не давая Скатываться Вниз То есть В этих Случах Кровь у нас Не остается Внизу Она За счет Движения Сердца Подталкивает Порциями Веноми И кровь Постепенно Постепенно Обозвращается Наверх Венозная Кровь Она Отдала Кислород Получила Углекислый Газ И имеет Темный 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 Насыщенный Цвет Такой Темно-вишневый Темно-бордовый Очень темный Густой Цвет Кровотечение Из Вен Характеризируется Тем Что кровь Вытекает Пассивной Струей С затеками По конечности Вниз Насыщенного Темного Цвета Вены Это сосуды Которые Легко Спадаются То есть Их легко Можно сжать Они Очень легко Свой диаметр Меняют Поэтому Если Вы Видите Венозное Кровотечение Вы Должны Наложить Тугую Давящую Повязку Формируется Она Следующим Образом Мы Будем Использовать Марлю Марливые Салфетки Дело Марли Это плотное Вещество Оно Не сдавливает Если Взять Бинт Вы Пальцем Не сдавите Он Имеет Плотность Вы Накладываете Несколько Салфеток На Место Раны Плотно Прижимаете И Фиксируете Бинтом Причем Фиксировать Нужно С усилием С нажатием Чтобы Она Именно Была Тугой И давящей То есть Вы Должны Придавить Сдавить Салфетками Сосуды Кровоточащие И остановить Таким образом Кровотечение То есть Это Действительно Нужно Накладывать С усилием То есть Плотно Очень плотно Примал А это Рана Она болит Человеку Будет неприятно Больно Но здесь Нужно Добиться То есть Человека Нужно Заставить Как-то Успокоиться Потерпеть В этот момент Потому что Наложение Такой повязки Довольно Болезненно Для человека Плюс На рану Воздействие На прямую Идет Сверху На рану На салфетке Вернее Вы можете Приложить холод Для чего? Для обезболивающего Эффекта И для того Чтобы спазмировать Сосуды Еще больше И максимально Остановить Кровотечение Естественно Холод у вас Должен быть Каким-то Сухим То есть Либо через Полиэтиленовый пакет Либо через Прослойку Какую-то То есть Не мокрый Холод То есть Не снега Положить туда Или холодной воды А через Какую-то Прослойку Не пропускающую Воду Приложить Если человек Потерял крови Много Обязательно Находиться Рядом с ним Постоянно Ослеживать его Состояние Восстанавливать Ему Тот Потерянный Объем Крови Путем Дачи Жидкости Запомните Если человек Находится в критическом Каком-то состоянии И вы вынуждены Давать ему жидкость Не важно От отравления От потери крови Перегревания Жидкость нужно давать Небольшими порциями Постоянно Но небольшими То есть Пару блатков Человек сделал Подождал Несколько Там 5-10 минут Пару блатков Сделал Подождал Потому что В экстремальных Для организма Состояния Желудок пытается Очиститься И если вы Сразу Напаивать Человек 2-3 стакана Дадите У него Скорее всего Будет работа На этом Поэтому Напаивать Человека Нужно Постепенно Небольшими Объемами Но Жидкость Давай Постоянно Есть Такую Трубуюдающую Повязку Можно использовать Достаточно Долго Для Перемещения Пострадавшего Что делать Если Повязка Внезапно Начала Промокать То есть Вы вроде Наложили Кровь вроде Остановилась А видите Что через какое-то Время Она начинает Хорошо Обильно Промокать Значит Недостаточно Сильно Наложили повязку Что вы можете Сделать В этой ситуации Не снимая Повязки Сверху Накладываем Новые Несколько Слоев Прямо Сверху И снова Туго Фиксируем Почему не стоит Снимать Предыдущие Дело в том Что Когда происходит Ранение Когда происходит Кровотечение Организм пытается Это место Заблокировать То есть Таким образом Закупырить Чтобы там Образовался Тром Если вы Повязку Снимите То давление Крови Смоет Этот Трон И кровотечение Снова Усилится Поэтому На Промокающие Салфетки Вы накладываете Новые И снова Тугой Прижимали Понятно Понятно Что делать Если у нас Есть Артериальное Кровотечение Артериальное Кровотечение Характеризуется Тем Что кровь У нас Движется По другим Сосудам По артериям Это сосуды Которые Постоянный Калибр То есть Они постоянно Сияют Они достаточно Плотные Системки Имеют И так Просто Сдавить Ее пальцем У вас Уже Не получится То есть Тугой Давящей Повязки У вас Не хватит Кровь Получила Кисловод Из легких Она Имеет Ярко Алый Цвет И Сердце Сжимались Выдавливает Выбрасывает Кровь В артерии Под большим Давлением То есть Кровь Ну Не то Чтобы Выстреливает Но Из раны Вытекает Очень Интенсивно С Струйкой Да Например Не фонтаном Конечно Не брызгает Как на фонтан Нет Но Это Интенсивное Кровь Течение То есть Это Не Пассивный Затек Из раны Вниз То есть Это Бурунчик Крови Который В так Береме Сердце Будет Выходить Из раны Достаточно Интенсивно И Далеко Что В таких Состояниях Делать Максимум Что Вы можете Сделать Тут же Немедленно При таком Кровьчении Вот Произошла Какая-то Травма Рана И вы видите Что началось Такое Кровьчение Вы должны Наложить Кровоостанавливающий Жгут Это Прямые Показания К наложению Кровоостанавливающего Жгута Но Пока У вас Например Его под рукой Нет Или Кто-то Например Несет Аптечку С этим Жгутом Или Что-то Готовит В первую Очередь Да Правильно Вы можете Нажать Пальцами На место Раны То есть Давить Те сосуды Которые В этом Месте Проходят Надолго Вас Не хватит Вы же не будете Несколько часов Так держать То есть Вот Надавить Прямо В рану Для того Чтобы Остановить Максимальное Кровечение Вот Здесь И сейчас В данный Период Время Можете Сверху Можете В рану Где Получится Где У вас Эмоции Захлестнут Там Периферии Скажем Так А вот Нажав Рану Вы Скорее всего Попадете В него Точно Вы Должны Наложить Жгут Жгут Как Мы Будем Накладывать Очень Важно Чтобы Вы Понимали Что Жгут Накладывает Выше Место Раны Выше Место Раны Если У нас Есть Кровотечение Здесь Вы Должны Наложить Выше Здесь Вы Должны Наложить Выше То Вы Должны Отсечь Кровь На Подступах То Кровь Идет От Сердца К Ране И Выходит Из Наложить Жгут Жгут Накладывается Не На Голую Поверхность То Не На Руку Вы Должны Какую-то Подложку Все Таки Использовать Чтобы Не Травмировать Ткани Одежда Можно Какую-то Перенку Охту И так Далее То Небольшой Слой Ткани Вы Насколько Вы Выше Место Раны Накладывать На 2-3 см Выше Раны Это Вполне Достаточно То есть 2-3 см Отступили Накладываем Жгут Перед тем Как наложить Жгут Почему Он Эластичный Вы Должны Его Растянуть После Этого Уже Накладывать И Как Эластичный Бинтон Он Пытаться Будет Вернуться В Исходное Положение Он Будет Сдавливать Ткани И Усиливать Свой Эффект Поэтому Жгут Должен Быть Эластичным Вряд ли Справитесь Например Ремнем То есть Это Достаточно Сильно Нужно Будет Затянуть Ремень Не Эластичный Да Ну Брючный Ремень Не А Вот Краснович Жгут Он На то И Рассчитан Чтобы Быть Эластичным И Хорошо Принимать Свою Первоначальную Форму Растянули Наложили Остальные Концы Вы Завяжите На Климс Не Важно Концы Не Должны Болтаться Они Должны Зафиксированы Но Самый Важный Тур Это Первый То есть Максимально Вы Должны Оказать Воздействие Именно Этим Первым Оборотом Вы Должны Остановить Кровотечение Именно Первым Оборотом Накладывать Нужно Интенсивно Но Нечрезмерно То есть Не Нужно Стягивать Конечность До Прекратилось Растянули Наложили Кровотечение Остановилось Все Кровь Не Идет Дальше Концы Уже Вокруг Конечность Фиксируем Каким Образом Не Важно На Клипсу На Бантик На Узелок Не Важно Чтобы Они Были Зафиксированы Чтобы Не Распутались Ну Скорее Сразу Если Вы Сделали Правильно Значит Вы Недостаточно Наложили Да Но Лучше Сделали Это В Первый Раз Чем Пытать Человека Чтобы Он На Свою Кровь Смотрел Изливающий Если Вы Правильно Наложили Жгут Вы Обескровили Конечность Полностью То есть Ниже Места Жгута У нас Не Будет Кровь Поступать Конечность На Это Будет Отзываться Некими Свойствами Скажем Во-первых Она Побелеет Посине Покрасне Пожелтеет У всех По-разному Смотря Как правильно Наложили Или Нет Но Изменить Свой Свет Конечно Жда Дальше Она Будет Болеть Кажда Клеточка Будет Звать На Помощь Потому что Она Обескровенная Она Не Получает Своя Рода Это Будет Болезненное Очень Ощущение При Правильном Наложном Жгуте Конечность Очень Сильно Болит Ломит Неимоверно Да Это Так И Должно Быть Конечность Не Получает Крови Она Что Делает Она Охлаждается Кровь Согревает Согревания Нет Она Будет Охлаждаться Дополнительно И Так Как Она Не Получает Питальных Веществ Клетки Начнут Через Какое То Время Страдать У Нас Есть Компенсаторный Механизм То Запас Веществ Который Поможет Этого Какое То Время Избегать Но Через Какое То Время Этого Будет Уже Недостаточно И Клетки Начнут Что Погибать Поэтому У нас Есть Отведенный Интервал На Который Мы Можем Накладывать Жгут Полчаса В холодное В холоде Скажем Так И Один Час В Тепле Я Умышленно Не Говорю Зима Или Лето Почему Потому Что Летом Когда На Камчатке Лето Наступает В Июне В Июле Вы Все Прекрасно Знаете Что В Августе Жарко Вы Поднимаетесь На Вулкан Там Может Быть Холодно Там Нижняя Температура Может Опускаться Да В В Голове Осядет Что Летом Насколько Накладывает На Час Вы Наложите На Час За Час Она Мерзнет Преводится В Люд Поэтому Вы Должны Использовать Условия Не Календарного Времени Года Которое Сейчас Есть А Исходя Из тех Условий В которых Вы Находите Здесь И Сейчас Если Вы Находите В холоде Вы Должны На Полчаса Если Вы Находите В Тепле Можно И На Час А Примерно С какой Температуры Начинается То Что Что Тепло 18 20 Градусов Это Уже Какого-то Температура Приварило Переварило Уже Достаточно Тепло Ниже Достаточно Прохладно Зимой Отрицательной Температуры То Переморозить Человека Можно Даже При Плюсовой Температуре Приказано Плюс Холодный Воздух Влажность И так далее То есть Если Температура Ниже Там 15 10 Опускается Уже Можно Хорошо Охладить Конечно Ну Тогда Вы Не Доведете Конечно Но Охладить Эрик Что Делать Если Время Вышло А Вы Помощь Человеку Профессиональную Еще Не Успели Его Транспортировать Крови Конечно Не Получает Она В любом Случай Пострадавшая Вы Должны На какое-то Время На небольшое На несколько Минут Расслабить Жгут Чтобы Появилось Кровоснабжение Конечно Она Порозовела Потеплела Появилась Чувствительность Мурашки Вот эти Появилась Подвижность Хорошая И Снова Наложить Жгут Чуть-чуть Его сместим Еще Выше Не на то же Самое место Чуть-чуть Сместим Выше И Снова Учитывая Время Наложения Чтобы Не запоминать Вы Должны Где-то На человеке Разместить Записку С точным Время Наложения Жгута Где Под Жгутом Раз Во-вторых На том месте Где мы с вами Больше всего Контактируем В области Головы и шеи Где-то В этом месте Некоторые условия Говорят написать На лбу Чем можно написать Маркером Зеленкой Чем еще Можно написать Конечно Кровью Кровью из нее И так уже Вылилось Вот сколько Макайте и пишите Автографы Оставляете На лбу Написали Жгут Или время Это Экстремальное Состояние Это Вот там Будет уже Не Человеку Не до красоты И так далее Написали И написали Если человек Потерял Достаточно Много крови Он может Находиться В бессознательном Состоянии И не Рассказать О том Что на нем Жгут Наложен Он может Просто Неконтактным Быть Перекладывая Передавая Пострадавшего Можете забыть Ну бывают Такие ситуации Поэтому Табличка Должна Быть Для того Чтобы вы Акцентировали Внимание Что жгут Жгут Наложен В холодное Время Естественно Вы Конечность Укутаете Еще и в тепло Чтобы она Не перемерзла Для того Чтобы она У нас Сохранилась То есть Закрыли Вот представьте Есть рана Наложили жгут Написали записку Сверху Одеялом Замотали И записка Где осталась Там Под одеялом Осталась Поэтому Где-то Она должна Быть Дублирована Там Где Будет У вас Видно В доступном Месте Естественно После того Когда у вас Жгут И остановилось Кровотечение Рану Вы же Не оставите Просто так Вы Ее Обезопасите Положите На нее Также Промойте Если есть Чем Наложите Салфеток Чистых Прификсируйте Бинтом То есть Рану Просто так Не оставляем Зи Вы туда Положите Защитное Вещество Марка Например Салфетки Ткань Потому Чтобы Рана Была Закрыта По Ратериальному Кровотечению Понятно Вряд ли Вы Перепутаете Если Это Классическое Ратериальное Кровотечение Это Прямо Видно Будет Потому Что Кровь Действительно Яркая И Действительно Она Вылетает Оттуда То 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 Интенсивно Врунчик Это Настоящее Кровотечение А Венозное Сейчас Я Венозное Оно Вытекает Затек По Конече Вниз Темного Масличного Цвета Не Густоты А Цвета То Настоящее Актериальное Кровотечение Действительно Видно Есть Есть Травма Травма Ведерная Артерия Там Кровотечение За 3 минуты Может Наступить Как Приводит Ведерать Но Смотрите Ведерная Артерия Она Как Большой палец Примерно Она Огромного Диаметра И Кровотечение Настолько Интенсивное Что Действительно Пару минут И Все Как Вот Здесь Вам Понадобится Что На месте Зажать Это Место Действительно Прижать Кулаком Ладонью Пальцами То есть Вжать Максимально Это Место Чтобы Хоть Как Попытаться Спасти Человека Наложить Жгут Если Это Возможно Выше Если Это Возможно Если Нет Держать Это Место Пока Сил Хватит Пока Оказана Какая То Помощь Но Это Крайне Серьезное Кровотечение Крайне А Если В этом Случай В случае Он Говорит Про Перелом Открытый Если В этом Случай Кровотечение Как Раз Артериально Видимо Домные Жгут Вы Накладываете Конечно Жгут Про Открытый Перелом Мы Сказали Что Сначала Оставим Кровь Если Это Венозное Кровотечение Повязку Если Это Артериальное Кровотечение Жгут Накладываете Через Полчаса Снимаем Шину Не надо Пренебрегать Шины В любом Случай В любом Случай Превалирует Артериальное Кровотечение Затем Уже Шина Если У вас Есть Возможность Использовать Так Чтобы Это Было Мобильно Да Используйте Если Нет Каждый Раз Пренебрегать Снимать Но Это Опять Таки Сложность Обезболивающе Можно Давать Артериальное Кровотечение Если Это Сильная Рана Если Болит Конечно Можно Не в средние века Пренебрегать Страдание Человека Не стоит Конечно Женщик Можно Снимать Через полчаса Как сделать Чтобы Его снимем Она побежит В любом случае Побежит А у вас же Повязка Будет Все равно На месте Рана Она будет Намакать Но В любом случае Буквально Пару минут Чтобы Оконечность Поразарела Потеплела Чтобы Она напиталась Кровью Скажем Так Чтобы Кровь Попала В ткань Ну В ногу Не важно А при отсутствии Такого эластичного Жбута Да Можно Использовать Обычный Бинт Можно Это будет Я вам говорю Что это будет Сложнее Сделать Но Можно Можно Использовать Бинт Можно Что угодно Можно Хоть Ремень Да Главное Прентенсивность Сжатия Почему Им удобнее Потому что Он пытается Отвернуться А Ткань Например Она Все таки Более Трочная Плотная Но Желательно Что-то Пошире Хоть Какую Ширюю Строитель Антон А если На шее Или на голове Размени Замечательный вопрос Всегда Всегда Этот вопрос Задают Жгут на шее Да Он накладывается Не только в анекдотах Протещу А он накладывается Действительно Смотрите У нас На шее Походят Сосуды По двум сторонам Если Поградился Один сосуд С другой стороны Целое Остается И вы должны Наложить Жгут Таким образом Чтобы Зафиксировать Здесь Но здесь Оставить Свободный Поэтому Вы возьмете Что-то плотное Бинт Платочек И так далее На рану На лошади Можно Просто На себя Очень сложно Показать И вы не Суявите Ничего То есть Мы Накладываем В этом месте Здесь у нас Рана Придарливая Берем Шгут Если Я Здесь Завяжу Жгут Сосуд Этот Перекроется И Дыхательные пути Тоже Будут Перекреты Поэтому Мы должны Сделать Какой-то Противоход Либо Положить Руку На голову Вот Таким Образом Я Такой Принцип Не очень Люблю Потому Что Здесь Проходят Крупные Сосудистонервные Пучки Они Очень часто Травмируются Поэтому Желательно Сюда Положить Какую-то Палку Ветку Вот Таким Образом И через Мею На плечо И на голову И через Нее Уже Передавить Практично Практически Нет Трудновыполнимо Да И при Крупном Повреждении Эффективнее Будет Если Вы Будете Прижимать Руками Чем Накладывать Жку Да Он Накладывается Вот Академически Он Накладывается Так А практически По целому Прижатие Будет Интенсивно А есть Разница В оказании Помощи Человеку В сознании И без Сознания При Остановлении Кровотечения Кровь И Небольшой Нион Сказаем Носового Кровотечения Оно Не в отдельное Выделено Просто Про него Я хочу Рассказать Потому что Довольно Частое Состояние С этим Можно столкнуться И у Здорового Человека Что В этом Случае Стоит Делать И чего Не стоит Делать Если Вы Будете Пострадавшим Запрокидывать Голову назад Как Это раньше советовали То Кровь Из Поврежденных Сосудов Будет Затекать В носоглотку И Проглатываться В желудок Через Какое-то Время Организм Насчитан На то Что Мы Кровью Впитались Скорее Свою Это Произойдет Рвота Поэтому У человека И так Носовое Кровотечение Его Еще И рвать Начало То есть Зачем Весь Этот Ужас Поэтому Если Кровь Течет Наружу Она Ноги Развели Чтобы Было Просто Удобно И Голову Опускаем Вниз На место Травмы То есть На переносицу Мы Прикладываем Что-то Холодное Лед Мясо Мороженное Что-то Вот Какой-то Лед Сюда Холодный Это Дополнительно Спазмирует Сосуды И остановит Кровотечение Параллельно Человеку Можно Дать Салфетку Чтобы Он Сжал Ростовые Ходы И Дополнительно Прижимал Кровоточащие Сосуды Через Какое-то Время Кровоточащие Почему Вниз Удобнее Если Сжать Здесь Кровотечение Будет Все равно Продолжаться И Эту Кровь Человеку Легче Будет Сплевывать То есть Он Будет Ее Ощущать Продолжается Кровотечение Или Нет Не Заглад Он Просто Будет Снаружи Сплевывать Через Какое-то Время Когда Кровотечение Остановилось Не Стоит Хотя бы Сутки Сморкаться Чистить Нос Ковыряться В нем Потому что Там Те тромбы Которые Образовались Они будут Сдерживать Кровотечение Если Хорошо Сморкнуться Кровотечение Снова Пойдет Или Нос Почистит Поэтому Хотя бы Сутки С носом Ничего Не Делайте Сейчас Мы Разберем Термические Повреждения То есть Повреждения Со знаком Плюс Со знаком Минус Высокий Температур И Отмышки Высокий Температуры Низкий Температур Высокая Температура Действуя На весь Организм Целиком То есть На общее Воздействие Вызывает Перегревание Если Высокая Температура Оказывает Местное Влияние То есть Локально Это Вызывает Ожоги Низкая Температура Оказывая Общее Влияние На весь Организм Целиком Вызывает Что? Переохлаждение И Низкая Температура Действуя Локально На какое-то Местное На одно Место Вызывает Отморожение Итак Разбираем Теперь Подробнее Высокая температура Действует На весь Организм Целиком В каких Случаах Жарко-душное Непроветриваемое Помещение Какой-то Жаркий Цех Высокая температура На улице То есть Высокая температура Целиком Окружает Человека Через какое-то Время Мы начинаем Замечать Изменения Человек Начинает Более Интенсивно Потеть Для чего? Для того, чтобы Под Испаряясь С поверхности Кожи Собирал С собой Температуру И охлаждал Организм Вокруг нас Существует Некая Воздушная Прослойка Прилегающая Плотно К телу Которая Сохраняет Тепло Для того, чтобы У нас Как можно Меньше Контакта Было С окружающей Средой Такая Небольшая Воздушная Прослойка Кто Ходит В баню В сауну Например Встречали Такой Эффект Вокруг вас Температура 100 градусов Но вы Ее не так Ощущаете Силем Потому что Вот эта Прослойка Воздушная Вокруг вас Она вас Защищает Но Достаточно Слегка Дунуть на Человека То есть Разогнать Поболочку И вы сразу Можете Получить Даже ожог Поэтому Вот таких Кто балуется В бане Подошел И дунул Обычно Ругают Очень сильно Что можно Ожоги Получать Организм Начинает Нагреваться Нагреваться Мы потеем Все больше И больше И больше Пот У нас Тоже Не безгранично Потому что Запасы Жидкости В организме Тоже Какие-то Существуют И мы Начинаем Перегреваться Еще и Внутри Внутри У нас Температура Тоже Довольно Постоянная То есть Это какая-то Примерная Константа При которой Нам С вами Хорошо Снаружи Нормальная Температура Вы Знаете Да 36,6 Внутри Температура Немножко Повыше Нагреваться На полтора Зависимо От того Какого Орга Кстати Какой Орган Самый Горячий Мозг Живет Мозг Холодным Капучуки Ставит Печень Печень Самый Горячий Орган Это Печка Это Производство Поэтому Она Печет Она Очень Много Функций Выполняет Очень Важный Орган Самый Горячий Внутри Температура Тоже Начинает Повышаться У нас Человеку Начинают Происходить Некие Неприятные Ощущения Мало Тому Что Вы Обильно Потеете Человек В нормальном Состоянии Потеет Всегда Пол Литра Пота У нас Сутки Примерно Образуется Казалось бы Пол Литра Да Всегда Оно Образуется Если На улице Жарче Конечно У нас Больше Пота Запомните Еще раз Скажу Что Пот У нас Только Охлаждает Организм Он Не Выводит Яды Токсины И шлаки Это Заблуждение Он Только Охлаждает Организм После Бани Нам Легче По другому По другим Путям Но Не из-за Того Что Мы Пропотели Хорошо Он Только Охлаждает Организм При Перегревании В некоторых Случаах Рвоту Нарушение Сознания То есть Какие-то Перед глазами Точечки Начинают Плавать Человек Может Бред Какой-то Нести В тяжелых Случаах Человек Когда сильно Перегрывается Изнутри Может Даже Терять Сознание Что Мы Человек С вами Будем Делать Есть Замечательный Принцип Двух И Исключить Источник Человек Нагревается Он Находится На солнце Например Или В горячем Помещении Вы должны Исключить То есть Должны Его Увести С солнца В тень С горячего Помещения Вывести Куда-то На холодок То есть Исключить Вот этот Агрессивный Фактор Который На него Воздействует После Этого Вы будете Его Охлаждать Как Можно Охлаждать Банально Водой Вы можете Намочить Простыню Прохладной Водой Завернуть Человека Чтобы он Испарялся Если Если Человек Находится В сознании Вы можете Человека Охлаждать Человек Изнутри Таким образом Давать Холодное Питье Ледяное Питье Небольшими Порциями Будет Изнутри Его Охлаждать И таким Образом Снижать Температуру Обязательно При Перегреваниях Нужно Человека Постоянно Поить 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 Он И так Много Жидкости Потерял Спотом Поэтому Обязательно Восстанавливаем Баланс Как Я уже говорил Ранее Небольшими Порциями Постоянно Но Небольшими Порциями С Перегреванием В принципе Справиться Достаточно Несложно Но Если Высокая Температура Действует Локально На какую-то Область Это Может Быть Открытое Пламя Горячие Металлы Газы Раскаленные Горячая Вода То Это Вызывает Ожоги Каким Образом Они Формируются По Разным Номенклатурам Ожоги Делятся На Несколько Категорий По Одной Номенклатуре На Четыре Вида По Другой На Три То Сейчас Идет В неком Случае Упрощение В неком Случае Формализация Вот этих Состояний Я Объясню Так Чтобы Вы Понимали Не Вникая В суде В этих Категорий Первое Второе АВТ И так Далее Чтобы Вы Понимали Что С Что Происходит Если Например Там Яркий Солнечный День Снег Белый К вечеру У вас Лицо Все Красные Солнечный Ожог На Солнце Перезагорали В солярий Перебежали Повреждается Самый верхний Покров Кожи Тот Который У нас Обычно И так Случивается Через Какое То Время Появляется Болезненностью Покраснением Некой Припухлостью Ничего Страшного В этом Нет Через Некоторое Время Это кожа С красивыми Ломтями Сойдет И Вполне Здоровая Без каких-то Рубцов Без осложнений Это ожоги Первой степени Солнечные Чаще всего Случаются Как мы можем Человеку помочь Исключаем Источник Если это Горячая вода Например Бывает так Что горячая вода Ошпарилась Вы должны Поместить Конечность Под проточную Холодную Воду Это Самый лучший Вариант Из доступных Нам Именно В проточную Чтобы вода Забирала с собой Температуру И ее уносила Из доступных Которые Вы можете Сделать То есть Поместить Руку Или ногу Под кран С холодной Водой Открыть кран Чтобы вода Смывала Температуру И уходила Как я сказал Это обычно Не Сильно Эмоционально Для человека Окрашено То есть Такие ожоги Не очень сильно Болезненные Если у вас Есть противоожоговые Средства Вот например В аэрозоле Да вы можете На такой ожог Нанести противоожоговый спрей Он Обезболит Плюс Регенеративные Способности его Высокие Для того чтобы Кожа Быстрее восстанавливалась И Аккуратно Рыхло Можно зафиксировать Повязкой Что значит Аккуратный Рыхло То есть Вы должны Вложить салфетки Максимально Нежно Аккуратно Прификсировать Максимально Не сжимая Оконечность Не сдавливая Кожу Для того чтобы Это было Как некое пространство Чтобы как можно Меньше травмировать Если Термический Агент У нас Проник Глубже В слой Кожи Она у нас Имеет достаточно Большую толщину Кожа у нас Да То есть Прогрела Еще глубже То кожа у нас Нежно Неспособная Она пораженная Она уже Быстро Очень умерла Сюда Начинает Притекать Большое количество Специальной жидкости Из тканей Сосудов Которые будут Оказывать Здесь лечебную Функцию То есть Оказывать Своё воздействие Но Кожа-то у нас Неживая Она уже умерла Она не такая Эластична И эта жидкость Ее будет выдавливать В виде чего? В виде пузыря Пузыри На ожог экранах Тоже видели Да? Очень быстро Появляются Чаще всего Они прозрачные С прозрачным Содержимым Вот если Пузырь на ранее Есть Пусть он на ранее Остается Его не нужно Ни прокалывать Ни сдирать Ни убирать Каким-то образом Ни чем-то мазать Ни покрывать Нет То есть Он должен оставаться В таком состоянии Да, через какое-то время Через несколько дней Он может быть Конечно и сам Произвольно Разорвется Потому что Кожа-то неживая Но в данный момент Срывать его Не нужно Почему? Да потому что Здесь под кожей Большая раневая поверхность Туда инфекция попадет Это будет воспаление Это будут рубцы Поэтому Пузырь мы не трогаем Не прокалываем Можно что сделать Можно сверху Если пузырь у нас целый Полить холодной водой Аккуратно То есть температуру Чтобы убрать Чтобы она еще дальше Не прогревала внутрь Можно наложить Противожоговый Спрей Использовать На ожоговые раны Не накладывайте мази Сметана Майонез Кефир Ряженка Простокваша Жировые всякие эмульсии Нет Потому что Они что делают? Они запечатывают Они Своим слоем Запечатывают температуру Внутри Она прогревает еще глубже Состояние будет хуже Поэтому Не надо Ничем мазать Почему нам легче Когда мы намазались Простоквашей Потому что она холодная Если вы горячим кефиром Намажетесь на ожог Наверное тоже будет неприятно Поэтому не надо Нет Внутрь Пейте кефир Внаружу На рану Не надо Пантенол можно Пантенол можно Также не нужно на рану Ничего лить Всякие разные Жидкости организма Есть такие методики Помочиться на рану И так далее Не надо Не надо Есть у нас Специальные вещества Заводом-изготовителем Баллончик запаянный Вот их можно использовать Пенка Она дополнительный барьер Создаст Аккуратненько Рыхло Зафиксировали Это все Вот так пусть Ожоговая рана У нас и будет При ожогах Теряется Жидкая составляющая крови Поэтому человека Вы будете добавлять Дополнительной жидкости Вы будете добавлять Обязательно Болит Конечно болит Обезболить человека При ожогах Серьезнее Когда термический агент Прогрелся Проник еще глубже С повреждением Подкожжировой клетчатки Сосудов Которые там проходят Содержимое Это пузыря Может быть Мутным Бурым Таким вот Знаете Когда мясо размораживается Кровь такая Появляется Неприятно Бурая Вот такое содержимое Может быть Пузыри Они обычно нестойкие Они обычно быстро Вскрываются Опять таки Что мы видим Если пузырь на ранее Вскрылся Воду долить Уже не надо Вода у нас грязная Она нестерильная К сожалению Поэтому Противожога Спрей Если есть И при ожогах Максимальная стерильность Максимальная Три салфетки у вас должны быть Стерильные Максимальная стерильность Чем лучше будет Эта сомлюдация Правила Тем лучше При ожогах Очень серьезных Открытым пламенем Раскаленным металлом И так далее Когда прогревание Прошло на всю толщу кожи С мышцами С костями Например В серьезных очень ожогах Там идет уже Борьба Не то чтобы с ожогами Раны Борьба идет За жизнь человека Поэтому Вы должны поступать так Как Подсказывает вам ситуация То есть Если это небольшой ожог Максимальная стерильность Препараты Если это настолько сильный ожог Что Тут надо уже О жизни человека думать Вы должны в первую очередь Бороться за его жизнь То есть Хорошо Грамотно его обезболить Жидкости ему давать Чтобы он Восстанавливал этот объем И как можно быстрее Доставить его куда-то в стационар Понятно с ожогами? Едем дальше Что касается Низких температур Разберем местных сначала Потому что Это очень близко к ожогам Если отрицательные температуры Действуют на какой-то Локальный объект Это вызывает Отморожение тканей Чаще всего Отморожены выступающие части Это Кончик носа Ушные раковины Пальцы рук и ног Это те части Которые у нас Подвергаются Чаще всего Холодовым воздействию Вследствие Влажной погоды Ветра Недостаточно Утепления Либо еще По каким-то состояниям Но эти части Перемораживаются Чаще всего Что вы можете Как вы можете Заподозрить Что здесь Произошло Обморожение Во-первых Потеря чувствительности Вы когда руки Замерзали Замораживались Сильно Когда например С мороза Что-то копали Перчатки плохие были Вы потом Берете Они как деревянные Невозможно Ни замок Расстегнуть Ни развязать Что-то Они прям не слушаются То есть Только подвижность Такая очень сильная Плюс потеря чувствительности Пальцы будут Какие Мраморные Или белые В тяжелых случаях Они прям Вот будут Березые В тяжелых Переохлаждениях Ткани Они могут Промерзать На всю глубину И Иметь Свойство Плотное Плотного Как дерево Например То есть Настолько Ткани Промерзли Это как мясо Из морозилки По сути То есть Настолько Мы берем Такие ситуации Настолько Сильные Если Произошло Незначительное Повреждение Ткани То есть Только верхний Покров Он так же Через какое-то Время Будет шелушиться Так же Покраснеет Отечность Появится Но Если вы Переморозили Настолько Что Пальцы Не гнутся Например Они белые И стучат Сок льда Здесь уже Плохо Запомните При таких Случаях При тяжелых Случаях Вы должны Нагревать Постепенно Это место То есть Вы не должны Засунуть Сразу Руку В теплую Или горячую Воду Для того Чтобы быстрее Произошло Отогревание Нет Это может Кому-то Погадаться Парадоксальным Но В случаях Тяжелых Промораживания Ткани Вы должны Использовать Повязку Повязку Которая Не будет Давать Прогревации Снаружи Вы должны Прогревать Изнутри Конечно Это Сохранит Какой-то Шанс На то Чтобы Конечность Будет Максимально Здоровой То есть Вы должны Использовать Термоизольевающую Повязку Что она Из себя Представляет Это Обычно Несколько Слоев Марли Сверху Вата Сверху Марли То есть Вот Такую Подушку Накладываете На пальцы Оборачиваете Сверху Еще Бентами Зафиксировать То есть Снаружи Температура Не должна Эти пальцы Нагревать Они должны Изнутри Прогреваться Потому что Если вы Снаружи Начнете Прогревать А внутри Она будет Замороженная Это Скорее всего Гибель Ткани Будет Не скорее всего Сто процентов Поэтому Термоизолирующие Повязки Запомнили Это вот Надо постараться Запомнить Постараться Понять Если у вас Сильно Перемороженные Конечности Максимально Укутать Максимально Укутать Для того Чтобы изнутри Собственная кровь Собственные ткани Собственное тепло Прогревало ткани И постепенно Слоями Размораживало Не сверху Да Изнутри Парежка Подойдет Что? Парежка Но если она Достаточно термоизолирована Вряд ли То есть Сверху Наварежок Надо еще что-то Термоизолятор Какой-то толстенький Толстый слой Да Именно толстый слой Марля Вата Марля Чтобы снаружи Это все Не проникало Туда температура Именно изнутри Выгревалось Вот такой Небольшой нюанс Если это Недостаточность Интенсивное Переохлаждение То есть Вот просто Сильно Переохладили пальцы Чувствую Тугобавиш Но вы можете Как-то Ими Пошевелить Например Как можно их отогреть Во-первых Нельзя интенсивно Растирать эти места Вы можете Повредить ткани Они у вас Термически Поврежденные Вы начнете их Растирать Это что будет Это будет Мясо Размачальное То есть Вы его Разомнете Разотрете Это будет Гематомы В лучшем случае Небокие Поэтому Интенсивно Растирать не нужно Нужно постепенно Постепенно Например В прохладной воде То есть Вода Компортной температуры Постепенно За несколько часов Ее доводить До 36 градусов Это если Незначительно Вы переохладили В таких случаях Оно очень хорошо Отогревается Плюс Небольшой Легкий массаж То есть Постепенно Конечно Массировать 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 Таким образом Вы их легко Отогреете А в тяжелых случаях Повторюсь Термонезаревшей Повеской Ну и Я нанос Нанеси Я понимаю Парус Лучше еще Можно А нанос Вы перечислили Вот так Ну как Постараться Векопласты Наложили Здесь Здесь А на какое Время Нанеси Ну это Несколько Часов То есть Это настолько Изнутри Должно Проявление Произвести Это Несколько Часов Если Низкая Температура Действует На Весь Организм Целиком Вызывается Переохлаждение Температура Как мы уже Убедились С вами Внутри Имеет Достаточно Большие Параметры Но Снаружи Забирая Холод Тепло Изнутри Начинает Проникать Постепенно Внутрь Организм Начинает Его Переохлаждать При падении Достаточно Интенсивно Температуры С человеком Начинает Происходить Некоторые Изменения Во-первых Это появление Дрожи Дрожь Это что такое Это защитная реакция Для того Чтобы мы с вами Хоть как-то Пытались согреться Мышцы Начинают Ритмично Сокращаться Для того Чтобы выработать Хоть какое-то Количество Тепла То есть Если вы Начинаете Дрожать То есть Вы достаточно Уже Хорошо Переохладились Появляется Немышленный Подернение В виде Дрожи Появляется Некая Тугоподвижность Заторможенность Человека В тяжелых случаях Вплоть до Потери сознания Да Как многие Говорят Что Человек Когда Замерзает Он Засыпает И не просыпается Он просто Теряет сознание Он не засыпает Он теряет сознание Что в этих случаях Как мы с вами Можем человеку Помочь Во-первых Вы должны Исключить Источник Вы должны Человека Снаружи Например Если там холод Завести Внутрь В тепло То есть Убрать От него Этот охлаждающий фактор С него обязательно Нужно Снять одежду Не важно Мокрая Она Сухая Но она Все равно Несет на себе Отрицательные Температуры Какой-то Заряд Определенный Вы должны Снять Холодную Особенно Мокрую Одежду Да и Сухую Тоже Надеть На него Что-то Теплое То есть Какой-то Запас Комплект Дополнительной Одежды Укутать Его Например В одеяло Лучше Всего Люди Согреваются Принимая Дополнительно Горячее Питье То есть Горячий Сладкий Чай Бульон Какой-то Компут И так далее То есть Дополнительно Согреваясь Изнутри Так будет Наиболее Эффективно Если есть У вас Какая-то Ванна Вы можете Его отогревать В ванной Но это Очень Недолго Заморочно Но и где В походе Вы в ванну Собственно Возьмете То есть Это постепенное Прогревание Человека От Температуры 18-20 градусов До 36 Постоянно Подливать Температуру Измерять Но это Сложно Это Не те Условия Которые Нам нужны Вы Поместили Человека В палатку В тепло Надели На него Теплую одежду Даете Горячее Питье Чтобы он Постепенно Согревался И так Человек У нас Хорошо Очень Прогревается И Запомните Однократно В теплом Помещении Я прям Пишу Однократно И только В теплом Помещении Можно человеку дать Небольшое количество Крепкого алкоголя Крепкий алкоголь Небольшое количество Это сколько? 250 Несколько глупков Несколько глупков 50 грамм 50 грамм 50 грамм Но Однократно И в теплом Помещении Потому что Вы его Если будете Накачивать Вы его Не Споить Пытаетесь Для чего? Механизм какой? Смотрите Очень интересно При Приеме Алкоголя Кровношный сосуд На периферии На кожу Начинают Расширяться И они Получают тепло Из окружающей среды Из палатки Или из домика Из чего-то Теплого помещения Получают тепло И нагревают Организм Еще дополнительно Быстрее Почему нельзя Алкоголь Принимать На холоде Скоро 31 декабря Под елочкой Там очень любят Выпивать Для того Чтобы согреться Нет Кровношные сосуды Расширяются Мы ощущаем тепло Да Потому что Кровь Проливается К поверхности Кожи И что она делает Она теряет Своё тепло В атмосферу В окружающую среду Поэтому Он будет Охлаждать Человека Ему казаться Будет Что он согретый Через какое-то время Компенсация Вот эта закончится Небольшой нюанс По отравлению Красной рыбой Первая рыба У нас какая Красная На Камчатке Ерка Замечательная Красная рыба Но она самая Едкая По качеству Она очень насыщенная На неё бывают Аллергические реакции Не всегда отравления Именно аллергические реакции Даже у тех людей Которые красную рыбу Всегда принимали В жизни Бывает такое Поэтому Вы должны внимательно смотреть Если человек После приема Красной рыбы У него Какая-то тошнота Появилась Пятны мивает Красными Пошли Зудеть Всё начинает Сразу же В первые же минуты Как можно быстрее Нужно промыть желудок Потому что Маленький кусочек Красной рыбы Который где-то На слизи Там останется Будет вызывать Неприятные симптомы Поэтому Чем лучше Вы промыть человека Тем Будет Для него Быстрее Постановится Быстрее Человек Плюс Антигистаминные препараты Которые желательно Конечно У аптечки иметь Ему можно добавить Чтобы рыбу Вот эту вот Убрать И после того Как пришло Такое неприятное Явление С красной рыбой Несколько дней Нужно обязательно Поддержать диету Не принимать Ничего Раздражающего И стимулирующего Это Шоколад Цитрусовые Белковую пищу То есть Ничего того Что может Снова запустить Повторную Аллергическую реакцию Понятно Да? Всё Есть Едем дальше? Поехали Высотная болезнь Тема достаточно интересная Многоплановая Обширная Я там искать Тогда не выхожу Чуть-чуть 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 Вхожу Да ладно Тогда вот так Высотная болезнь Начинается она Где-то примерно С 2000-2500 В среднем На Камчатке Она начинается Уже с тысячи С небольшим И полутора тысяч Регион у нас такой Поэтому здесь Это явление Ощущается Острее Максимальная высота На которой может Существовать человек Кратко существовать Скажем так 10 тысяч метров То есть 10 километров Выше Жизнь невозможная Ну по крайней мере Человека Без каких-то Дополнительных Скафандров Кислородных баллонов И так далее То есть это верхний предел На котором может Существовать человек Без защитного снаряжения Впервые Высотная болезнь Она называется Не горная болезнь Она называется Высотная болезнь Правильно Впервые высотные болезни Столкнулись Кто? Воздухоплаватели Когда они начали Подниматься на устройствах Вверх И начинали На себя ощущать Какие-то неприятные симптомы Поэтому Те, кто находятся На большой высоте Они имеют Либо герметичную кабину С подачей кислорода Либо какие-то Дыхательные устройства Например Которые Дополняют Их уровень кислорода Мы с вами Дышим Воздухом В нем Смесь газа Вот, например Примерно Рисуем Кислород Все остальное Разные-разные газы Азот Еще какие-то Инертные газы Они все В круговороте В нашем не участвуют Они как вошли Так и вышли А кислород Нам, конечно же, нужен Так вот На высоте Не то, чтобы Его стало меньше Уменьшилось Его Парциальное давление Парциальное давление Это что? Это количество Газа в смеси То есть его В этой смеси Стало меньше Человеку Этого количества Недостаточно Если, конечно же Он не тренированный Но есть еще Факторы Которые способствуют Развитию Высотной болезни Какие, например Возраст Да Чем старше Тем хуже Пол Да Женщина-мужчина По-разному Воспринимает Состояние Хронические заболевания Тоже Если человек, например Хроник какой-то имеет То ему хуже Дается восхождение То есть Перепады Эти высоты И количество Кислорода Получаем Опять-таки Голодание То есть Неподготовленное Холод Тоже влияет На это Алкоголизация У нас Когда день лукана В августе В августе Перед восхождением Что происходит? Алкоголизация Да Пьянка Банально Назовем так пьянка Из-за этой вот компании Если кто-то все-таки С утра Решил подняться туда Бывает, что сходят с маршрута Или бывает даже помощь Какую-то приходится наказывать Потому что Очень много Приняли алкоголь Это тоже очень время При восхождении То есть Очень много Каких-то Смежных факторов Которые На это влияют Естественно Тренированность Если организм тренирован Он будет хорошо Переносить подъем При восхождении На большие высоты Вы сами знаете Что тренируются По себе Поднимаясь Спускаясь Поднимаясь То есть Зубчатой системой То есть Поднимаясь Каждый раз выше И спускаясь На На Предыдущий уровень Вот Что у нас происходит По себе На себе Поднимается Кислорода В смеси Становится меньше Организм На это отвечает Реакция Какой? Начинает Выброс Гемоголизма Гемоглобина То есть Эритроцитов В кровь добавляет Кровь у нас Красная Почему? Потому что Там содержится Гемоглобин Который переносит Кислород По тканям И Организм понимает Что ему Недостаточно Чего-то Что переносит Кислород Он начинает Добавлять Эритроцитарные Массы В кровь От этого кровь Становится гуще Это опять-таки Хуже Для человека То есть Порочный круг Начинает Завязывать Кровь становится Гуще Это для организма Не очень хорошо Помимо этого Учащается пульс Для того Чтобы прогнать Больше крови В единицу времени Чтобы напитать И Мы начинаем Больше и чаще Дышать Ну казалось бы Ну чаще мы дышим Да? Нам же недостаточно Кислорода поступать Мы быстрее дышим Чтобы его Восполнить объем Но чем быстрее Мы дышим Тем мы Из организма Вымываем Углекислый газ Ну и какая разница Спросите Ну вымыли мы Вымыли Он же нам Собственно Особо-то не нужен Да? Углекислый газ Для чего? А у него есть Очень важная функция Задумайтесь Вот сейчас Вы меня слушаете И никто из вас Не думает На тем как дышать Мы дышим на автомате Правильно? Ночью мы спим Мы думаем Нет Мы дышим На автомате У нас есть По определенным отделом Здесь находящийся Который Автоматически Заставляет нас дышать И он очень чувствитен К углекислому газу Вот когда углекислый газ есть Он его раздражает И мы дышим А вот когда углекислого газа Мало Он вымылся из нас Его практически у нас нету Что происходит? Альпинист Ложится ночью спать Его дыхательный центр Ничего не раздражает Его дыхание становится Слабым 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 Вплоть до поверхностного Тут организм Производит Какую-то работу Для того чтобы Пробудить человека Человек что В страхе просыпается С дикой одышкой Отдыхивается Потому что Это вот неприятное Ощущение Ощущение Кто переживал Такое знает Как будто В пакет куда-то попали Возуха не хватает Человек отдышался Получил кислород Снова А это же ночь Усталость Человек снова засыпает И снова у него происходит Такая же собственно Петрушка С вот этими резкими выбросами Два-три раза за ночь Проснулись Ночь коту под хвост А ему завтра на восхождение Какой из него Альпинист? Никакой То есть утомление Вслед за такой ночью Приводит еще К ухудшению состояния Поэтому Не подготовлен человеку Очень сложно будет на высоте А можно не проснуться? Ну если У него разовьется Классическая высотная болезнь С отеком мозга Он может не проснуться Да Может и не проснуться Нет, ну организм У нас достаточно хорошо Будет Вот знаете Такое ощущение Когда вы Только-только Начинаете задремывать И дергаетесь Да? Мало у всех такое Это один из Аспектов Нашего организма Он замечает Что вы вдруг Перестали двигаться Не понятно почему Он пытается вас пробудить Чтобы проверить И вспышали Что с тобой не так Это Ну это одна из теорий До конца не изучено Но вот одна из теорий Говорит о том Что я обвиняюсь А вот так Ночью два-три раза Проснулись Как будто и не спали Это находясь На какой-то высоте А? График Нахождения на какой-то высоте В данном случае В смысле Сколько находиться На каждой высоте? Именно это вы показали Когда человек Находился На какой-то высоте Да, да Это не у подножья Это не у подножья Это когда он уже достаточно Высоко забрался Когда гислорода действительно Стало мало И вот такие ощущения Начинают проявляться Да У нетренированный человек Я говорю Что у всех Это в основном те Кто не приспособлен к этому Что Какие симптомы у человека Могут разрываться При высотной болезни Они настолько различны Что иногда бывает сложно Заподозрить Вот среди этих симптомов Что с человеком происходит Что-то не так Если вы знаете свою группу Если вы знаете друг друга Вы должны отслеживать внимательно Насколько человек Меняется в состоянии Например Если он не говорливый А замкнутый И тут внезапно У него эюфоризирующий Какой-то эффект появляется Он начинает болтать безумно Как я с вами Что-то делать Пойдем Какие баллоны Рюкзак Ага Вперед в город Это нормально Это что-то с ним не то происходит Или наоборот Он был достаточно такой веселый Активный балагур А тут начал Сверхзамыкаться Останавливаться Присаживаться Что-то не то происходит Это вот Психоэмоциональная сфера Например У человека могут появиться Боли в животе Может появиться рвота И жидкий стул Да Это тоже может быть Это тоже одни из симптомов Высотной болезни Появляется бредность Кожных покровов Одышка учащается Появление неприятных Там покалывание Мурашек и так далее То есть симптомов Вот настолько много Что они должны Вас уже как-то Вот насторожить Если что-то появляется Неприятное Вы должны на этом Сакцентировать внимание В самых тяжелых случаях Происходит отек мозга И легких Но это самый тяжелый Когда летальный Можно сказать С отеком легких Истинно классическим С отеком мозга Скорее всего Вы не справитесь Никакими способами Если только Вы поймете Начинающиеся симптомы Да У вас еще шанс Какой-то будет Поэтому запишите Есть определенные правила Три правила Первое Если есть симптомы Подъем не производить То есть мы увидели Что человеком Что-то происходит Какие-то симптомы появились Вы еще не знаете Здрасте Не уверены Но какие-то симптомы появились В проеме производить Подъем То есть вы должны остановиться Есть Вот вы остановились Второе правило Если симптомы усиливаются То есть вы никуда не двигаетесь Вы находитесь на одной высоте А симптомы усиливаются Если симптомы усиливаются Немедленный спуск И Вот есть такие симптомы Вот вы не поймете Например А вдруг это отравление У него рвота Жидкий стул Например Боли в животе Да Поэтому Если отсутствует Слабость Если отсутствует слабость Недомогание То Расценивать Как начало Высотной болезни То расценивать Как начало Высотной болезни То есть вы Сомневаетесь Что это То лучше расценивать Как высотную болезнь Потому что Выше будет хуже И у нас Помощь собственно Складывается При высотной болезни Из трех слагаемых Во-первых Это восстановление Водного баланса То есть питье Мы человека поим Раз Во-вторых Спуск До какого момента Будет человек спускать Вы должны спустить До того уровня Когда ему точно Было хорошо То есть Вот он говорит Что на базовом лагере На двух тысячах Мне было хорошо Начали подниматься Вот пятьсот набрали Мне как-то стало Уже не так То есть вы должны Спуститься туда Где точно ему было хорошо Значит Организм к тому Месту Адаптирован Выше нет То есть вы Минимум до этого места Должны спустить Можно ниже Лучше ниже Конечно Но вот Хотя бы до этого уровня Вы должны человека Опустить И подача кислорода Опять-таки При наличии Если он у вас есть Кислород То есть Эти правила Помогут Скомпенсировать Эти начинающиеся Симптомы Восстановить Водный баланс Восстановить Кислородный баланс И плюс Спуск на Бавление Необходимое А есть разница Чем поить Ну Чай Или Вода Жидкость Жидкость Да, конечно Жидкость, конечно Там вы потихонечку Будете ему вливать В любом случае Это будет Буквально порциями Глотками Чтобы не вызывать рвот Не провоцировать Это по чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть То есть Всегда отслеживайте Смотрите За команды Смотрите за теми Кто с вами идет И всегда обращайте Внимание На неприятные моменты Которые начинаются Если это невысотная болезнь А какие-то неприятные Симптомы Другой болячки Например Хронической его какой Ради бога Но если вы не уверены Лучше не рисковать Потому что Чем выше будете забираться Тем шансов Что разовьется Тяжелые последствия У вас будет больше Поэтому организм Должен быть Тренированный Подготовленный Хотя бы постепенными Дозированными Восхождениями Или как-то Вне хронического периода Вне обострения Своих заболеваний Человек в таком Стоит подниматься Но вы все прекрасно Это знаете и без меня Кто ходил на высокий Подъем На высокий маршрут Так По Висотной болезни Есть какие-то Вопросы Или Комментарии А можно Симптомы Куратка Я говорил уже А давайте все вместе Вот кто что увидел Вот у кого Бывали такие Похожие случаи Что с людьми Голова болела Головная боль Есть Голота Может быть Есть такое Изменения Какие-то Круги Пятна Многие не идут Если на них не смотреть Потеря связи Бывает Координация То есть тут уже Психические какие-то Наблюдения Язык запитается То есть Как пьяный становится Да Зрение можно потерять Зрение потерять Нарушение зрения будет Ну совсем не потеряете Но у него были проблемы С глазами Он в очках был И он вообще перестал видеть Может Если поражение идет Зрительного нерва Может да Эйфория Или наоборот Замкнутость Напишите тоже Вот Каждый из вас По симптому назвал И они Сомните все разные Да Насколько это вот Собрать солянку Это сложно Что все симптомы Могут быть настолько Настолько различными Чаще всего путаю с чем С отравлением Потому что рвота Жидкий стул Да Начинает с живот болеть Начинает Поэтому я вам сказал Третий пункт Если какого-то Недомогания у вас там нету То лучше расценивать Как высотную болезнь Есть? Есть Вопросы? Нету Едем дальше Так Что у нас осталось? Сердечно-легочная реанимация И Судорожное состояние Так Ну смотрите Давайте начнем С судорожных припадков Потому что потом Сердечно-легочная реанимация Мы постепенно перейдем Нам нужно будет здесь Расстелить Калиматы И уложить Добровольца Итак Судорожное состояние Судорожные припадки Запомните Не все Судороги Это причина Их причина Это заболевание То есть не всегда Вот когда вы видите Человеку судорога Это какое-то у него заболевание Причин может быть масса Это и травмы Это и хроническая алкоголизация Это и болезни Да Поэтому нам По сути Не важно От чего происходит С человеком судороги Не важно У нас есть картина Произошедшего Человек внезапно Я отключу его фактор В судорогах Люди падают внезапно Как свет выключили Счел Сознание рубится Они падают Начинается с судороги Некоторые люди Которые например Давно знают о своем состоянии О своих заболеваниях Они чувствуют иногда Предвестники Или ауру У всех она разная У кого-то какие-то запахи Звуки и так далее Но это возникает Буквально за несколько секунд До приступа Он вам может Хоть как-то сообщить Или например Хотя бы лечь Чтобы не упасть С высоты своего роста Бывает Но редко Я встречал Ну несколько раз Один у одного Мандаринами всегда пахло Перед этим Второго круги цветные Вокруг свечения Были такие контуры Ну как он объяснял Вот это два человека За всю жизнь Которые чувствовали ауру И могли ее предугадать Какие бывают У других людей Я не знаю Итак Человек внезапно падает Это что Вы понимали Что у человека Истерика или не истерика Бывают такие люди Встречали В походах Не встречали Ну хорошо Если не встречали Которые истерят Например Они никогда не будут падать В грязь Или В неприятное место Например Они всегда это делают Картина Нет При судорогах Человек внезапно Теряет сознание Он падает У него начинается Прискук Он может быть разный Он может вытягиваться В струну Вжиматься То есть руки будут Скованы Иногда это Размашенные движения То есть его прям Подкидывать будет Что в этот момент С человеком нужно делать Да собственно Ничего Потому что пока Судороги не закончатся Вы ничего С ним не сделаете Все мышцы организма Приходят в тонус Начинают сокращаться В том порядке В котором они считают Нужным и правильно Вот многие говорят Надо я открыть ему рот Засунуть что-нибудь туда Чтобы язык Да Чтобы язык Не проглотил Или не прикусил И так далее Нет Делать этого не нужно Почему Во-первых Сжатые челюсти Вы уже не откроете Сила сжатой челюсти Колоссальная Можно остальные пруты Если бы зубы выдерживали Остальные пруты Можно было перекусывать Во-вторых Если вы туда что-то засунете Этот человек Может откусить Ложку Палку Ветку И так далее Пальцы Откусывать на раз Так что аккуратно Во-вторых В-третьих Вернее уже Язык у человека Не западет Он такая же мышца Как и все остальные Он также находится В судорогах В тонусе Поэтому никуда Он не завалится Вы же когда спите У вас же язык не западает Он пределан так Чтобы он не западал Туда И заваливался А можно сразу А вот в человеке сознание Находится Нет То есть это без сознания Он не то что без сознания Он просто вот сознание В тот момент изменено То есть Он не контакт Он на контакт Не пойдет с вами Отсутствует Да Ничего не чувствует Откуда Мик Я видел ситуацию Сразу люди пытаются Я не знаю откуда Вот помните Раньше может быть Кто видел Какие-то фильмы старые показывают Был такой прием Когда реанимировали Руки разводят В стороны На грудь разводят На грудь Да Например Тоже Для чего А не для чего Просто кто-то Кому-то Когда-то помогло И люди продолжают Так делать Индейцы По-моему Навахо Если не ошибаюсь Они лечили умерших Реанимировали Дымом Листьев каких-то По-моему Табака Даже если не ошибаюсь Да Кого-то это помогло Когда-то Вот возможно Так же этот миф И начал путешествовать Не знаю для чего Но не для чего Вам это не поможет В 4-х В 5-х Неважно Человек говорят Задохнется Да он и так не дышит Дышим мы за счет того Что у нас Межреберная мускулатура Которая Раскрывает Нашу грудную клетку Тоже не работает Она тоже сокращается Не в том порядке Поэтому человек В момент судорог Не дышит Он синеет Бледнеет Покровеет Цвета меняет Он в этот момент Не дышит Когда судороги Останавливаются Останавливаются Они обычно Самопроизвольно В течение Несколько Там секунд Если вы Находитесь рядом С этим человеком Вам эти секунды Покажутся Часами Состояние Очень неприятно Очень страшное После этого Происходит Вдох Обычно Человек Вдыхает Судорожно Говорят Пена Появляется Еще давно Нет Это не пена Это слюна Это слюна В ротовой полости Накопившаяся Только и всего Это не пена Что у нас Какому мы можем По сильной помощи Оказать Человеку Во-первых Не нужно на него Наваливаться Держать его К земле Придавливая Прижимая Почему Вы можете Навредить ему Еще больше Можно как Каким-то образом Уроки Повредить Мышцы Связки И так далее Не стоит Просто Придержать Максимально Придержать Голову Либо Под него Что-то Подложить Хорошо Если вы Сможете Человека Положить На бок Это Прямо Идеально Положили На бок Придержали Голову Все Это Будет Самая Максимальная Помощь Которую Вы Можете Оказать Потому Что Если Судорожный Припадок Не прекращается Купировать Его Только Действием Каких-то Специальных Препаратов Которых У вас Не будет Это Специальные Препараты Которые У вас К сожалению Не окажутся И никак Вы не сможете Вести Поэтому Только Посильная Помощь Положили Пострадавшего На бок Придержали Голову Чтобы Он ее не разбил От камня Всего Грязь На чем Он у вас Находится После того Как судороги Закончились Человек Постепенно Будет Приходить В себя Не сразу Минут Где-то Через 15 Он уже Будет Более-менее Осмысленно Хлопая глазами Смотреть На вас Пытаться Присаживаться Например Заходить Сесть Но если Вы пытаетесь С ним Вступить В какой-то Контакт Спросить У него Что-то Человек Не будет Отвечать То есть Какого-то Обиделся Вы опять Его потормошите Он такой Да что Да не Четверг Четверг То есть Какой-то Несуразно Бреет Истин Он еще Не в сознании Вот этот Момент Надо Переждать То есть Человек Постепенно Будет Приходить В себя Мозглого Постепенно Будет Включаться Вот этот Момент Ждите Чуть Попозже Человек Уже Вроде Как Начнет На ноги Вставать Его Тоже Нужно Как-то Оберегать Потому Что Он Может Выйти На дорогу Попасть Под машину Супасть С лестницы Еще Где-то Пострадает Покалечь С себя Хотя Бы 25-30 Минут Полчаса Человека Нужно Наблюдать Чтобы Он Полностью Окончательно Пришел В себя Включился Если Человек Произошло Первый Раз Обязательно Его Нужно Доставить Специалистам В больницу Куда-то Обязательно Если Он Уже Например Состояние Знает Своё И Он Принимает Какие-то Специальные Препараты То Как бы Нужно Сообщить Ему О том Что С ним Произошел Только Что Приступ Чтобы Он Имел Ввиду Что Был Приступ Он Не Просто Потерял Сознание Возможно Препараты Он Не Принимал Или Забыл То есть Человек Нужно Поговорить Конечно В идеале Показать Специалистам Вот Здесь Небольшой Нюанс Обычно Когда Начинаются Судороги Вокруг Людей Много А Подойти Боятся Вот Если Вы Сделаете Первый Шаг Хотя Посильный Вы Ничего Не Сделали Вы Не Достали Тут Кучу Шприцов Что Еще Начали Делать Нет Но Если Вы Подошли И Помогли Перевернуть На Бачок Ложить Люди Уже Увидят Что Вы Ага Что Знаем Что Знаем Возможно Кто Откликнется На Эту Помощь И Подойдет Вам Поможет Например Кто Кто Боится Главное Чтобы Не Я Кто Нибудь Но Не И Второй Мой Если Вы В какой То Критической Ситуации Принимаете Ответное Решение Оказывать Пострадавшему Помощь Любому Не Важно Судороги Не Судороги Просто Оказывать Помощь Запомните Вы Здесь Становитесь Главным И Вас Будут Слушаться Если Вы Будете Отдавать Четкие Приказания На них Люди Будут Реагировать Это Психология Толпы Психология Вот Этого Состояния Вы Четко Отдаете Команды Вы Мужчина В Красный Кофть Звоните В Скорую Объясняйте То-то То-то Вы Девушка Объясняйте Во-первых Пол Чтобы Люди Понимали Что Это К Отмечайте Элемент Одежды Или Какую-то Вещь Которую Человек Несет С собой Четкие Команды Люди Всегда Выполняют Опять Так Если Это Произошло Не в Походе А дома В Подъезде Вам Нужна Какая-то Помощь Или Дома Например Вы Бежите В Подъезд Начинаете Долбиться В стены В Двери Вернее К соседям Вам Кричать На помощь Помогите Нельзя Никто Никогда Не откроет Максимум В глазок Посмотрят Откроют Посмотрят А еще Посильнее Закроются Люди Боятся Это Логично Что Нужно Кричать Когда Вы В Доме Находите Пожар Пожар Да Классик Тогда Кто-нибудь Да Откроет Хотя Понюхать Пахнет Не пахнет Дымом Но Это Экстренная Ситуация Я К тому Предлагаю Что Экстренная Ситуация И Если Вам Нужна Помощь Специалистов Если Находитесь В городе Если Вы Звоните В Скорую Помощь Нужно Четко Объяснять Человеку Где Вы Находитесь Вплоть До Конкретного Места Потому Что Сложно Бывает Найти Если Это На улице Происходит Вы Должны Четко Объяснить Где Это Дом Какой Номер Где Это Происходит Что Происходит Человеком В данный Момент И Что Вы Можете Например Оказать Помощь Какую То Посильно Что У Вас Собой Есть Потому Что Диспетчеру Ваша Ситуация Не Видна Она На слух Только Воспринимается И Он Отдает Команду Тем Кто Будет Оказывать Помощь Соответственно Сложность И Ситуация Одну Бригаду Вторую Третью Туда Послать Поэтому Максимум Сосредоточенности Максимум Внимания Потому Что Все Начинают Звонить Все Начинают Объяснять Что Четко Где Кто Что Происходит И Чем Я Могу В данный Момент Человеку Помощь Вам Какие-то Рекомендации Дадут Понятно С судорожным Состоянием Кто Не Сталкивался В жизни Бывало Сприпаткой Да Мы Анатолица Человека Начало Я Вот Вести Просто Да Нас На Нас Ничего Вот Максимум Повернуть На мочок Потому Что Иногда Бывает Большое Скопление Слизи Или Рвоты Вот Чтобы Она В легке Не попала Да Желательно Его На Или Пострадавшего Повернуть На А так Ничего Не Поможете Да Некрасиво Выглядит Да Страшно Некрасиво Особенно Если Дети Например Что Там Кричал Как будто Демоны Усилили А Стоп Кричал Это Судорог Можно Умереть А Можно Это Называется Статус Когда Человек Из Одних Судорог Не Выходя В Сознание Приходят Другие Третьи Пятые Да И он Может Умереть Там Выпускаются Неприятные Механизмы И Без Препаратов Он Уже Может Не Уйти Редко Но Бывает Редко Очень Такое Стояние Это Если Тяжелая Форма Заболевания Или Тяжелая Травма И Не Принимает Препарат Человек Может Такое Быть Эпилепсия Из Этого Развяда Да Эпилепсия Бывает Преврожденная Когда Человек С этим Родился Он Вынужден Принимать Препарат Она Может Приобретена Вследствие Травмы Или Какого То Заболевания Тоже Может Быть Ему Приходится Принимать Препараты Рассказать Про Интересные Темы Поэтому Упомяну Про Утопление Смотрите По утоплению Очень интересно Видов Утопления Вообще Много Их Там 5 Видов Разных Суть От этого Не Меняется Человек Утонул Он Уже Мертвый Поэтому Вам Не важно В какой Воде Он Утоп Все Пишут Утопление В пресной Воде Утопление В морской Воде Смерть На Воде Не Важно Разные Причины Утопления Но Эффект Один И тот Ж Человеку Без кислорода Долгое время Побыл Наступила смерть Поэтому После Излечения Пострадавшего Из воды В первую очередь Вы должны Очистить ротовую полость В ней Может быть Находиться Что Слизь Водные массы Ил Камни Песок И так далее То есть В ней Что-то находится Это нужно убрать Чем Салфеткой Рукавом И так далее То есть Оттуда Все надо вычистить Вычистили После этого Вы должны Оценить Состояние Пострадавшего Контактный Неконтактный То есть Пришел он себя Не пришел Если у него пульсация Мы с вами разберем Как это делать Если у него пульсация Бьется ли у него сердце Дышит ли он Если этого ничего нет Человек у нас что Умер Поэтому Мы должны Мы должны После этого Приступить С сердечно-легочной Реанимации Желательно Попытаться Удалить из него Воду Все видели Картинки По Хране Жизнедеятельности Где Человек Кладет другого На колено Перегибает Через колено И пытается Из него Вылить воду Это постановочное В реальности Вытащив Человека Из воды Который Недвижим Который Имеет Какой-то вес Затащить Себе На колено Перегнуть Довольно Сложно Я не со всеми Справлюсь Например Если человек Несколько раз Крупнее меня Тяжелее Это физически Не смогу сделать Если вы справитесь Пожалуйста Если вы не способны Сделать А верните Человека На бок Хотя бы На бок И попытайтесь Вылить из него Воду Каким образом Надавив На область Грудной клетки То есть На область Живота Под грудной клеткой Для того Чтобы сократить Геофрагму И на Грудную клетку Для того Чтобы какое-то Количество Из него У человека В легких Не всегда Будет вода Не всегда Пусть это вас Не смущает Очень большое Количество Иногда бывает Именно в желудке Когда люди Тонут Они воду Проглатывают Какое-то время Перед тем Как Перестанут Это делать Поэтому в желудке Она может быть Запомнили Извлекли Пострадавшего Очистили Ротовую полость Дыхательных путей Чтобы он мог Вздохнуть Иногда Делает вдох Произвольный То есть Сам Если Он не дышит Сердце Не бьется Мы должны Приступить Сердечно-легочной Реанимации Все Не заморачивайтесь От причин От чего он Утонул Вам это не важно Вам его нужно спасти Понятно? Вот это самое основное Дальше А если Например Ребенок Можно его под первых ног Поднять? Вот я говорю Если вы способны С этим справиться Да Можно его через колено Приперегнуть Или поднять За ноги Чтобы вода Вытекла Потрясти Да Вполне Если вы с этим справитесь Что касается Инородных тел Человек Например Поперкнулся Подавился И так далее Если это Какой-то Большой кусок Часто это Непрожеванная пища Или Мясо С прожилками Бывает такой момент Когда человек Нехорошо Разжевал кусок мяса Один проглотил А второй еще Остался в ротовой полости За счет этих Волокон Часто происходит Утушение Когда кусок Либо Перекрывает На верхнем уровне Либо попадает Уже где-то Ближе к легким Механизм Один и тот же Человек Иногда способен Как-то вот Эмоционально Например Встать Попытаться Какие-то движения Делать Иногда это происходит В тишине В абсолютном То есть человек Сидел Бах И отключился Потому что он Не способен был В тот момент Позвать на помощь То есть он уже Какое-то время Терпел Но кислорода Не осталось И он Везап Потерял сознание Если вы знаете Что он Чем-то мог подавиться Вы можете сделать Прием Хемлиха То есть Человека Опускайте Взять сзади Охватить Найти то место Которое называется В народе Солнечное сплетение Там где ребра Вот соединяются Друг с другом Да Примерно на эту область Наложить руки Сложенные Одно на другое Да В замок И мы должны На себя Резкие движения Сокращать Сдавливать Как бы Выдавливая Из человека То есть Вы давите Одновременно На грудную клетку Руками сжимаете Вы диафрагму Его сокращаете Плюс грудную клетку И максимальный Поток воздуха Пытается Вытолкнуть Предмет Который в нем Сейчас находится Вот таким образом Вы выдавливаете Из человека То, что в нем Застряло Спасибо А если он Тоже до хрена Видите Ты заводится Вот Сложно Что-что-что Сложно Да То есть Вы должны Оценивать Свои силы Способности Может кого-то На помощь Пролезать Если человек сидит Легче Вы можете Хотя бы Сидя это сделать Если он За столиком сидит А вот Взрослого человека Поднять на ноги Ну пока он в сознании Он как-то Вам пытаться Будет помогать Если без сознания Это будет делать Довольно тяжело Если это ребенок Что он может Перевернуть Да Если человек говорит Блин Поперхнулся По хору По спине Не надо По спине Когда вы Наносите удары Вы сокращаете Грудную клетку Встряхиваете И предмет Проталкивается Еще глубже Еще ниже Поэтому человека Если вы можете Можете перегнуть То есть Для того Чтобы он Вниз Как бы Смотрел То есть Грудная клетка вниз Постучат по спине Каким-то образом Вы подтолкнете К выходу Этот кусок И народный предмет Но ни в коем случае Не стоит То есть Вы затолкнете Его только Глубже Понятно? Понятно Мне понравится Доброволец Желательно мужчина Ну если уж пошло Давай Туда голову Видно? Видно, да? Кто может здесь смотреть Кто может Итак Всеречная Люкошная реанимация Это Состояние Крайне безвыходное Для Пострадавшего И для вас Потому что Если вы ничего не сделаете Человек точно умрет Он и так уже умер Если вы сделаете Хотя попытаетесь Что-то сделать И его реанимируете Человек будет жить Поэтому в любом случае Мы что-то Но должны сделать Какую-то посильную помощь Мы должны оказать Итак Человек у нас Находится Стадия умирания От момента Когда он умер У нас есть 30 невмолимых минут После которых Смерть из клинической Переходит в биологическую То есть Окончательное умирание организма В первую очередь Головного мозга Мозг очень чувствительный К потере кислорода К отсутствию питания Крови Поэтому он начинает Отмирать очень быстро Очень И вот в момент умирания То есть Если внезапно При вас человек умер У нас есть довольно краткий момент Где-то 3-5 минут Когда ваше действие Будет наиболее эффективным То есть К чему я клоню К тому, что вы должны Как можно быстрее Как можно правильнее Начать Сердечно-легочную реанимацию То есть Вот это время У вас должно будет Сокращаться По максимуму Сколько проводить Сердечно-легочную реанимацию 30 минут По истечению 30 минут Ваше действие Будет уже скорее всего Неэффективным Смерть Произвела уже Необратимые Последствия И вернуть Такого человека К жизни К сожалению Будет невозможно Иногда При утоплении При переохлаждении Удавалось реанимировать Спустя 30 минут Дети более Компенсированные Там и через 40 И через 45 минут Давалось реанимировать Но это единичные случаи Поэтому 30 минут Это Ну скажем Расчетное время Которое вы Эффективно можете Поработать И так Произошло что-то с человеком По каким-то обстоятельствам Он находится у нас В состоянии убирания Мы должны В первую очередь Понять Что с человеком Не так В данный момент В первую очередь Вы должны попытаться Вступить в какой-то С ним контакт То есть Попытаться его В чувства привести Похлупить по щекам Ушные раковины растереть Если их интенсивно Потереть пальцами Довольно Болезненно Человек придет в себя Под Носом Над верхней губой Есть Такое вот углубление Точка здесь Довольно болезненная Если туда нажать Попробуйте себе нажать Сюда И ногтем поковыряться Здесь довольно больно Вот если туда Очень интенсивно Пальцем надавить Тоже человек просыпается Это так называемые Такие вот Небольшие шоковые Зоны У мужчин Можно Соски очень сильно Нажать Покрутить Это тоже Вы уже Пробуете? Уже пробуете Это тоже Приводит в чувство Это очень болезненно Попытались Приводить Пробудить человека Похлопали по щекам Позвали Потормошили Подходя к человеку Нужно Издалека Пытаться Позвать его Всегда осторожно Это делайте Всегда осторожно Человек может В разных состояниях Находиться Измененных сознаний Поэтому всегда Аккурат Человек у нас Находится Без сознания Он На ваши действия Никак не реагирует Первый пункт Без сознания Второе Не отходя от кассы Так скажем Вы должны проверить Очень важный Параметр Это реакция Зрачков на свет Зрачков на свет Закрываем Каким образом Подняли пекарь И посмотрели на его глаза У нормального Живого человека Зрачок представляет собой Диафрагму Которая Расширяется При отсутствии света Для того Чтобы малейшего Солнечной лучики Света Попали на Сетчатку И сужается Когда свет Поступает Достаточно Большому объему Когда вы смотрите На яркий свет У вас зрачки сужают Для того Чтобы света Мога не поступало А в темноте Они расширяются Так вот У умершего человека Реакция зрачков Будет отсутствовать Не обязательно Они будут широкие На всю радужку Не обязательно Но их реакция Будет отсутствовать То есть Вы подняли Да Они не будут Никак реагировать Они могут быть В статичном положении Но реагировать Они никак не будут Второе Реакции Зрачков на свет Нет Третье Мы должны с вами Понять Бьется ли Человек в сердце То есть Сокращается Она пусть Появляется У нее или нет Проверять пульсацию Где-то на периферии Неэффективно Вот здесь Это очень далеко То есть На руке Неэффективно Во-первых Вы можете Не прочувствовать Пульс пострадавшего Можете Свой пульс Принять За пульс человека То есть Сложно Какие-то будут данные Что можно сделать Можно положить руку На угло сердца Тоже может быть Неэффективно Потому что Вы тоже можете Не услышать Биения будут Минимальнее Лучше всего Это проверить пульсацию На сонных артериях Здесь они проходят по шее Расстояние от сердца Здесь минимальное Пульсовая волна Очень эффективно Здесь прослеживается Каким образом Вы это делаете Слегка наклонив голову В бок Пострадавшего Вы берете Пальцы Четыре пальца И кладете В углубление Между мышцей Вот она Хорошо у нас Всегда появляется Когда мы Поворачиваем голову И Дыхательным путем Вот в этот Рюгольчик Вы сюда Погружаете пальцы Все проверили Попробовали И прижали Сосуд К позвоночнику Почувствовали? У всех бьется? Все живем Все живем Хорошо Вот Взяли пострадавшего Пальцы сюда погрузили С одной стороны Проверяем всегда С одной стороны Не с двух сторон Всегда Проверяем с одной стороны Эта пульсация Будет четко Очень ощущаться Погрузили Проверили Пульсации нет То есть сердце Его не бьется Это еще один Плюс В копилку умирания Если пульса нет Значит Кровь не двигается Человек будет какой? Бледный Синеушный Ну какой-то изменен То есть Ненормальный Цвет И последнее Что мы должны сделать Это проверить Дышь ли человек Как мы проверим Дышит он или нет Телефон Отлично Запотевает Хорошо Вот если телефон Лежал где-то Он будет холодный Он запотеет Если он лежал в кармане Или вы там что-то На нем играли Смотрели Он был горячий Может не запотеть Еще варианты Круку 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 можно Да Но можно не ощутить Лучше всего Конечно же Это своим ухом Послушать Есть ли дыхание у человека Грудная клетка Может подниматься тоже Незначительно Вы можете этого не понять А вот своим ухом К носу поднеся Да Например К пострадавшим Вы почувствуете Во-первых Ток воздуха Движения На ушной раковине И услышите Какой-то шум Например Маленький Но вы что-то услышите Проверили Дыхание нет Итого Собираем Сознание отсутствует Реакции зрачков На свет нет Пульса Нет Дыхания нет Бледный еще к тому Все Человек у нас умер Он не живой Поэтому мы должны В этот момент Приступить к серьезной Лепочной реанимации Она у нас заключается Из того Что мы искусственно Будем сокращать сердце И искусственно Будем давать человеку воздух Для этого Мы должны Уложить Пострадавшего На твердую Ровную Горизотальную поверхность Если он умер У нас на диване Должны его спустить на пол Да если умер Силие Вы должны спустить его на пол То есть На твердую Ровную поверхность После этого Вы должны Обеспечить ему Воздух У лежащего Вот таким образом Человека Дыхательные пути Находятся Ну как бы В затрудненном положении Да скажем так Но он дышит И сам по себе Чтобы облегчить Прохождение воздуха Вы должны Как бы их Ну сгладить Да Вот пути эти Чтобы воздуху Было легче Для этого Мы Запрокидываем голову Сладавшего назад Вот таким образом И его пути Как бы выпрямляется Дыхательно По нему Легче будет В воздуху двигаться Если вы не можете Сделать Ну например Шея Толстая короткая Грудная клетка большая Голова сильно Не запрокидывается Вы можете Под плечи Под плечевой пояс Положить что-то Свернутое Рюкзак Куртку смотать Ну что-то Приподнять Когда плечевой пояс Будет выше То есть Голова будет Запрокидываться Лучше назад Сделали После этого Ротовую полость Нужно очистить Чем? Салфеткой Если у вас есть Руковом одежды То есть Открыть рот И вычти оттуда Все что там Может находиться Там может находиться Слизь Ротные массы Зубные протезы И так далее Да? Очистили После этого Мы должны использовать С вами дыхательное устройство О котором мы с вами говорили У нас в аптечке Оно есть Для того чтобы Обеспечить барьерную функцию Между своим ртом И ртом пострадавшего Дыхательное устройство Если его нет Вы можете использовать Любую салфетку Платочек Да например Ну какой-то Чтобы защитить Если вы уверены В себе Пострадавшего Можете этого и не делать Можете губами Обхватить рот пострадавшего Да? То есть Все Зависит только от вас И от самого человека Накладываем На человека При этом Рот его открытый Да? Наложили? И производим Выдох человека То есть Наш выдох Это получается Его вдох То есть Мы свой воздух Отдаем Пострадавшему А носу не надо же Сейчас Конечно То есть Вы должны Своими губами Плотно обхватить Рот пострадавшего Через Дыхательное устройство Или без него И произвести выдох Чтобы воздух Не выходил через нос Естественно Мы Нос С вами Завыкаем Да? То есть Зажимаем Когда вы Делаете выдох Вы должны Смотреть на грудную клетку Поднимается она Или нет Это критерий Правильности Выполнения Искусственной вентиляции Легких То есть Вы вдыхаете И смотрите Грудная клетка Поднимается Или не поднимается Если она не поднимается Если вы слышите Какие-то булькающие звуки Или начинает Подниматься Живот Значит Дуйте Вы не туда Вы в желудоком Не отдываете Как шарик Поэтому Что вы делаете Максимально Запрокидывайте голову Назад Это ключевой фактор То есть Максимально Запрокидывать голову Чтобы воздух Попадал именно в лет Выдох Из человека Происходит Самопроизвольно То есть Не надо Надавливать на грудную клетку И еще как-то Воздух из него Выдет самопроизвольно Есть Мы дали человеку воздух Но Этот воздух Должен поступить Кислород Из этого воздуха Должен поступить В кровь И разойтись По всему организму Для оживления Для этого Мы можем сокращать Грудную клетку Пострадавшего Надавливая на нее Она будет Сжиматься Сжимать сердце Которое находится ниже Сердце будет Выдавливать из себя Кровь То есть Мы искусственно Будем сокращать сердце Чтобы понять Как это правильно делать Вы должны Найти Опять-таки Толочку солнечного склетения В монографиях Часто пишут Мечевидный отросток Все помните Мечевидный отросток У нас Мы по биологии У всех проходили Помните его? Да ну не помните И ладно Я вам объясню просто Там где ребра Сходятся Одно к другому Вот там где ребер На итоге у нас соединяются Находится вот эта точка Солнечного склетения Да так называем Вот именно Она нам и нужна То есть Мы потрогали человека Вот она Небольшой нюанс Если на нем Большая какая-то одежда Очень неудобная Желательно Конечно Ее Расстегнуть Если что-то еще стесняющее Например Галстук Брючный ремень Желательно тоже ослабить Для того чтобы Легче Дыхательное движение Совершается Нашли эту точку Вот где ребра У нас соединяются От нее Видно? Видно От нее Вы должны отложить 3-4 поперечных пальца Выше Почему 3-4? Потому что пальцы у всех разные У кого-то тонкие Хватит 4 У кого-то толстые Там и 3 пальца То есть 3-4 поперечных пальцев И вот выше этих пальцев И находится искомая точка Приложение наших усилий Она будет проходить ровно Посередине грудной клетки Выше на 3-4 пальца Мечевидного отростка Вот сюда Мы с вами и будем давить Каким образом мы надавливаем? Двумя руками Сложные в виде бабочки Такой способ Мне кажется более эффективным Почему? Потому что Можно давить Сложными в замок Таким образом Это не всегда удобно Потому что руки каждый раз Придется разжимать Вот В форме бабочки Самое оптимальное При этом Локти должны быть Выпрямленными То есть вы должны Совершать движение Не силой своих рук Это нужно делать Часто Быстро И долго Через какое-то время Человек устанет То есть одними руками давит Поэтому движение оказывается Массой вашего тела Плюс Мышцы брюшного пресса Плюс мышцы спины Вот нашли искомую точку Наложили И движение оказывается Именно массой Плечевого пояса Для этого вы должны стоять Возле пострадавшего Ровно над ним То есть чтобы центр Находился Ровно над руками То есть вот Именно в таком положении Руки не сгибают То есть не вот так качать А именно массой Всего тела Масса корпуса Плюс мышцы Окажется необходимое давление С какой силой Нажимать на грудную клетку У взрослого человека Это где-то 5 сантиметров Что такое 5 сантиметров Вот образно Это коробок спичек Коробок спичек Все помнят Да вот примерно Вот на такую глубину Вы должны сжимать Грудную клетку Взрослого человека Горизонтально поставить Да Да-да-да На попады Естественно Вы не сразу сдавите Грудную клетку Грудные клетки у всех разные Подвижность ее тоже разная Поэтому первые несколько раз У вас будут пробные То есть несколько раз Нажать Для того чтобы попробовать Поощутить эту глубину И уже будете сжимать Многие спрашивают А если ребра сломаются Чтобы ребра сломать Вам нужно на нем прыгать Вы же не ногой выкачаете Вы руками Вы же ощущаете Насколько она подвижна То есть сломать ребра Довольно сложно Они подвижны Они тоже двигаются Они на суставах На хрящевых основаниях Поэтому они двигаются И довольно податленно Естественно Вы будете не чрезмерно Это делать А постепенно Наращивая вот эту силу Чтобы понимать Насколько грудная клетка У данного человека сокращается С какой частотой Это нужно делать Два вдоха И тридцать Нажатие на грудную клетку Два раза вдохнули Тридцать раз нажали Два раза вдохнули Тридцать раз нажали Делать это нужно Довольно быстро Я сейчас пока буду искать Вы потом кусочек там Смонтируете Вырежете Ладно У живого человека Сердце бьется Примерно с частотой 60-80 Ну 90 ударов В минуту Умирающим Такой частоты Будет недостаточно Поэтому вы должны Делать это Намного быстрее Сейчас Вот вы вдохнули Выдохнули То есть мы не шарик надуваем Не лягушку Поэтому мы Спокойный выдох Человека Чтобы грудная клетка Успела подняться С какой частотой Делать Есть замечательная песня Группы Bee Gees Называется Настей на лайф Сейчас если мне интернет позволит Она загрузится Ее Ритм Подходит к частоте Сердце бьется Ритм Подходит к частоте Сердце бьется И вы нажимаете То есть Вот с такой частотой Примерно у вас получится 100-110 Там плюс-минус Нажать Вот видя Какая частота Я не надавлю на грудную клетку Ни в коем случае Да Я показываю Это быстро надо делать Довольно И это сложно Вот сколько раз я нажал Устают Ноги Устают Плечи Вот спина И так далее Хорошая песня Да Она очень легко Вас упоминается Ее легко Очень воспроизвести В голове Не хочет даже отключаться То есть Вы видели Насколько это быстро А это вам нужно делать 30 минут 30 минут У таких упражнений Поэтому Если у вас есть напарник Желательно Чтобы вам кто-то помогал Потому что Это очень долго Переместились в голове Вдохнули Переместились сюда Все равно У вас движение будет 30 раз нажали В таком бешеном ритме Туда-сюда Устанете Если у вас есть напарник Вы с ним вдвоем работаете И частота здесь Немножко меняется Потому что вам не нужно переключаться Частота Ускоряется К Один к пяти То есть на один вдох Пять нажать Естественно Вдыхать И нажимать Нужно не одновременно Что если он вдохнет А вы нажмете То как лягушку Его и разорвет То есть легкие разойдут А вы на них нажали Нет То есть Командуйте Вдох Раз, два, три, четыре, пять Вдох Раз, два, три, четыре, пять Вдох Через несколько минут Вы должны проверить Насколько вы интенсивно И эффективно делаете Комплекс Весь упражнений Вы должны проверить Появилась ли пульсация Наслонной артерии Появилась ли реакция Зрачков на свет То есть буквально Несколько секунд Отлично Может быть вы правильно Все делаете Он порозовеет Если все правильно Оказываете Может быть он уже Даже и ожил В этот момент Если Этого не произошло То вы продолжаете дальше Попутно конечно Вы должны Вызвать каких-то спасателей Скорую помощь И так далее Если помощь где-то недалеко И Скорая например Приехала И вы готовы Передать пострадавшего Вы не должны Прекращать Реимационные мероприятия Не на секунду Пока у вас Его не отберут То есть Время на развертывание Бригады Тоже какое-то есть Какие-то секунды То есть они должны Подойти Перехватить например То есть вы должны Продолжать не так Что о приехали Все Я все А он умирает Нет То есть вы должны С рук на руки Пока у вас Его не отберут Понятно Да? Делаем полчаса Когда человек умер Вы тоже можете Не понять Этот момент То есть сколько Он в этом моменте Пролежал Есть некоторые признаки Окончательного умирания Так с называемой Биологической смерти Да? Это например Появление Трупных пятен В тех местах Где человек лежал То есть внизу Да? Вы можете Увидеть Например Какие-то Синюшные пятна Или появление Одеревенения Трупного коченения Да? Как вы знаете Что оно начинается С нижней челюсти Постепенно растекаясь По всему организму То есть если вы Человек пытаетесь За руку поднять Она уже не двигается Такого человека Вы уже с того Света не вернете Это уже Бессильно Полчаса Если по прошествии Тридцати минут Реанимационные мероприятия Оказываются неуспешными То вы можете Прекратить их С временем Константации смерти То есть вот Смерть произошла Восток до востока То есть полчаса Восточная есть Вы полчаса Должны отработать На износ Но должны Сейчас Еще один момент Если Очень прикольно Если вдруг Вы все сделали правильно И если человек У нас ожил То есть у него Появилась пульсация У него появилось Дыхание Вы не должны Его оставлять Такое положение Желательно Повернуть его Навок Либо повернуть Его голову Навок Если без Какая-то работа Или какие-то массы Чтобы они Не в легкие Попадали А наружу отходить И естественно Находиться рядом С ним постоянно Вряд ли После клинической смерти Он быстро придет В себя И откроет глазки Как в фильмах И начал с вами Разговаривать Он будет Скорее всего Находиться В бессознательном состоянии Присутствовать Постоянно с ним Проверять Его жизнедеятельность Если у него Снова произойдет Остановка деятельности Вы должны Собственно Ему это Обеспечить Снова Повторно Все С вами все Спасибо Аплодируем Аплодируем Нормальная жизнь Нормальная жизнь Нормальная жизнь Остается Реанимировать Потому что Он и так Находится В состоянии Крайне критическом Состоянии Умирания Если вы ничего Не сделаете Он так и так Умер Если вы что-то Попытаетесь Возможно Вы спасете Ему жизнь Понятно с этим Аспектом Какие-то вопросы По середине Человечной Анимации Есть А вот Немножко Непонятно Если Человек может Находиться Без сознания Но дышает Но дышает А как определить Решение Принять Что в данный момент Ему необходимо Делать искусственное дыхание Вы должны Все в комплексе Проделить Если он находится Без сознания Но вы проверили Дыхание Он дышит И пульс у него есть То вы ничего не делаете Уложили его в устойчивое Боковое положение И оставили в покое Ну Позвали на помощь Ушки потерять Получается Ушки потерять То есть Попытаться его Привести В сознание А надо ли В сознание Приводить А может быть Он Может быть Убежать Нет Ну То есть Ушла травма Человек теряет Сознание Мы вызываем К примеру Какую-то Помощь Надо ли Его сейчас Выводить Из Безсознательного Состояния Желательно Да Во-первых Чтобы он Контролировал Состояние Он может вам Сказать Что где-то У него Что-то болит Вы можете оказать Посильную помощь Раз Во-вторых Ну Как говорят Чтобы глубже Не проваливался Но это не от вас Зависит В более глубокие Слои сознания Он уйдет Или не уйдет То есть Если вы можете Привести его в чувство Лучше это сделать Для того чтобы Постоянный контакт Поддерживать Чтобы оценивать Чтобы оценивать Корпоративы Пьяный 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 Перешагнули И пошли Он замерз Поэтому обязательно В чувство Его надо привести Хотя бы поймете Пьяный он Или он умирает Или что-то Все-таки уровень сознания Проверить Это не знаю И стоит А вот еще вопрос Два вдоха И сколько нажатий Тридцать Два к тридцати Если один А? Если один человек Да То есть Вы два раза вдохнули То есть Дали ему Большой достаточно Объем воздуха И триста раз нажали Для того чтобы Это круто То есть Фактически Частота должна быть Такой Чтобы в минуту Получалось Сколько там Девяносто раз Получить Даже больше Чем Даже больше Даже больше Чем девяносто Даже больше 100 110 120 Вот такая Частота То есть За секунду Практически Там что-то И не два раза Можно успеть Да Ну вот Раз Два Три Четыре Да Это очень быстро Полтора Два раза В секунду Очень сложно Физически Это переживать Да А вот Как относитесь К прикардиальным ударам К прикардиальным ударам Смешанные У меня с ним Чувства Во-первых Правильно Нанести Прикардиальный удар Нужно суметь Он Наносится В определенную Точку Рукой Перпендикул Параллельно к грудине С достаточной силой Во-первых Вы можете этого не рассчитать Во-вторых Эффективность его Крайне мала Сейчас от него отказываются Практически нулю То есть Вот Ударить Завелся Нет То есть Смысла в нем Особого не будет Если вы правильно Оказываете Непрямой массаж сердца Прикардиальный удар Особо толка Не произведет А то что еще Советуют ноги Приподнимать Если людей Люди Позволяют Количество людей Можно Приподнять Ножной конец Для чего Для концентрации Крови В необходимой области В принципе Можно Если есть такая Нужная Если есть такая возможность Если есть такая возможность Да Поднимаем Периферия Руки Да Но руки Вам не удастся Поднять Потому что Вы будете здесь Работать А ноги Приподнять Можно Чтобы Крови Больше Сливалось Еще Ничего Да Все Будем завершать Спасибо 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 Продолжение следует...